Подъём! Восемь часов, тридцать четыре минуты, четверг, двадцать шестое января. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. Александра Красногородская, ведущая программы, здравствуйте, Александра. Доброе утро. В электроуглях пожарка бодалась, электричка, счёт 1-0 в пользу пожарки. Как это получилось, мы не знаем, потому что, на мой взгляд, электричка сильнее. Ну вот, может быть, пожарка была умнее просто. Календари, 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 отрывные календари, священные знания моего народа. Сегодня 13 января для православных, 13 января. Сегодня день, когда мы должны поминать и учиться завету МЧЧ Ермила Истратоника. Ермила Истратоника, ПРП Иринаха, Затворника Ростовского, ПРП Илья Зара, Анзерского, МЧП Петроанийского, ПРП Якова, Еп Низибийского. Вот, как мы должны учиться им, а может быть, не сразу всем, а потихонечку начнём. С иконой Божией Матери Акафисная. Есть устное предание, не вошедшее в жде святителя Савы Сербского, о том, что в заруднениях, возникших при строительстве у монастыря, он получил от этой иконы откровение о зарытом неподалёку к кладе. Клад был найден, и это ускорило строительство. Как хорошо. Вот такая икона. Вот. А ещё одна, вразумевшая, экклезиарха есть икона, там же в этом храме. Икона расположена так, что там всегда сквозняк. Для чего? И специально это, ну, это Господь попустил сквозняк. Господь попустил сквозняк там, и очень трудно возжечь лампаду. А когда служитель в досаде взроптал, ну, много раз пытался возжечь лампаду, и взроптал в конце, взроптал, говорит, здесь, говорит, попустил Господь сквозняк, и пошёл, не стал зажигать лампаду. Он тотчас же упал без чувств и долбанулся башкою об камне. Вот так икона наказывает, она вразумила. Так надо было зажигать или не зажигать? Нет, сейчас уже, когда он долбанулся башкою о камне, он уже точно не мог возжечь. Но братья возожгла, братья. А они живы остались? Да, они, потому что возожгли, ибо Господь попустил сквозняк. Как сквозняк, Сергей. Господь попустил сквозняк. Сквозняка просто так не бывает. Понимаешь? Ну вот, значит, 26-й четверг сегодня у мусульман продолжается повествование о Мухаммеде, который был, как вы помните, в предыдущий день мы читали, он был необычный мальчик, а именно очень честный и очень порядочный человек. Ещё даже дитя, когда он пас овец мекканцев, сказано. Пас овец мекканцев. А что такое овцы мекканцы? Порода такая? Порода мериносов. Нет, это нет, мекканцы это жители Мекки, овец, управление родительной поддержки, пас кого чего овец, кого чего мекканцев. Мекканцы это люди, как мексиканцы. То есть он забирал у них овец и пас овец мексиканцев. А он пас овец мексиканцев, а он пас овец, и всё. Да, значит, что он сделал? Он, дальше про него идёт повествование. В возрасте 25 лет Мухаммед женился на Хадидже. Как, он женат, женат был? Находить же. 25 лет, здрасте, никогда он пас овец, уж после. Первое откровение пришло в 610 году по Григорианскому календарю. А смотрите, у него одна была жена? В возрасте 40 лет. Нет, у него жён был, он подженивался время от времени. Подожди, во время очередного уединения в пещере Хира, по велению Всевышнего Аллаха, пришёл к нему Джибриль и произнёс, читай. А Мухаммед сказал, я не умею читать. Я так и знала, что он скажет, что я не умею. Не умел он действительно читать. Ангел повторил повеление, и он повторил ответ. В третий раз Джибриль сказал, читай именем Господа твоего. И, значит, и Мухаммед стал читать. А он же не умел. А это не обязательно. Это вот, кстати говоря, здесь сопрягается с дальневосточными ворованиями о том, что знание спонтанно может посетить тебя. Ну вот, сегодня, смотрите, сегодня день рождения, 26 января, четверг. Это вы уже другой календарь считаете? Этот, как его, атеистический, сволочный календарь. Значит, в этот день, в этот день, 26 января, в четверг, это вот эти пошли бедокуры, водолеи бедокуры. И что они на бедокур? Кто? Вот, что, Ельцин бедокур, тут Березовский, Парфёнов, пожалуйста. Сегодня? Сегодня Парфёнов. Давайте поздравим. Ну, поздравьте. Уважаемый Леонид, мы поздравим. Ну, всё, всё, уже и хватит. С днём рождения. Я умоляю, уже не надо растекаться. Уважаемый Леонид, всё, схватится с него. Дальше, Пол Ньюман, Пол Ньюман родился. Леонид Парфёнов, старый пердун, год я не скажу какой. А там написано? Да страшно просто. Он родился в 60-м году, прикинь, при Хрущёве. 52 года. Фу, просто невозможно в это поверить. Ну, что в самом рассвете. Пора убивать уже молотком. Да ну, какой рассвет уже, старый пердун. Творчество. Да старый пердун просто. Так, слушай меня. Ботинки по размеру, всё это наущение для материалистов. Вам когда-нибудь приходилось носить обувь на размер меньше, а на размер больше? Оба варианта ужасны. Ну, я бы не сказал, на размер больше не ужасно. Так вот, так же и с горшком. Растение одинаково плохо чувствует себя и в тесной, и в слишком просторной ёмкости. Господи, Сергей, какой неожиданный переход. Для быстро растущих и мощных растений оставляем запас 4-5 сантиметров. То есть ботинки на вырост. То есть мне бы 49-й надо было купить, а не 45-й. Понятно. Следите за развитием питомцев, чтобы вовремя переселить их в более просторный горшок. Подъём. Пушкина температура минус 19. Я сегодня садился в машину. Было минус 24 у нас там на Новой Реге. Минус 24 я садился в машину. А у нас здесь в Москве было минус 15. Ну, видишь, какая разница? Потому что я в котловине. Вот я был в специальном месте, такое котловина. Там оседает холодный воздух. Было минус 24. Я катаю Кадиллак, должен сообщить просвещенному сообществу. Катаю Кадиллак, который какой-то совсем сверхъестественно хороший. Значит, у меня был Кадиллак Гибрид, Хайбрид, который был хорош, но я обманул своё счастье. Я заливал в него непрерывно 98-й бензин, а ему нужен 92-й, прикинь. То есть, на самом деле, Кадиллак сделан так, что ты можешь заправлять его чеченским бензином. С лужи собирать плёночку. С лужи. Так это, наверное, автомобиль для Чечни. Да. То есть, Кадиллак, он именно вот, чтобы с лужи плёнку нефтяную собрать, залить, и вот это на этом вот ужасном, назовём это, суспензии ехать. А я заливал 98-й бензин, и он поэтому у меня сломался, чихал, пыхал, ехал 30 км в час, кошмар. Теперь я представляю себе, как с гневом кадиллаковские люди выльют 98-й бензин. Представь себе, в помойку, в помойку-то. Да, они просто перельют его. По 32 рубля 67 копеек, купленный на бипях. Они его выльют в помойку, прикинь. А можно же из машины в машину перелить? Можно. Вот они так и сделают. Если нужно. А я теперь езжу на каком-то сумасшедшем 6,3 литра бензиновом. Средний расход у меня, я обязуюсь довести его до 26 литров на 100 километров. Сейчас у меня 25,6 литра, средний расход. Но я езжу так, что скоро будет 26. Средний расход на 100 километров. Вот это да. Да, и вообще зверюка страшная. Завёлся паскудник, прям моментально просто. Моментально. Моментально. Вот, хорош, хорош машина. Быстро ездили, Телли потихоньку. Значит, вчера Александра Красногородская проникла сквозь ФСО, охрану ФСО. Незаконно, наоборот, законно. Ну, надо. Всё было хорошо. Нет, ну расскажи, это же интересно. Не надо об этом рассказывать. Не надо, ты считаешь, что не надо? Да. А я считаю, что надо, потому что это тоже журналистский опыт. Или не надо? Ну, просто получилось попасть. Светанёж человека, да? Да. А какого человека, ты же не знаешь? А мы же не скажем, мы же не скажем. Ну, он-то знает меня. Ну, и что? Ну, один. Ну, он тебя подмигнёт. Значит, послушайте меня. Ну, всё, всё, всё рассказали. Александра Красногородская пошла вчера в 201-ю аудиторию в МГУ к президенту Медведеву. В отличие, у нас там уже был корреспондент. Студент. Студент МГУ, наш человек, был приглашён на встречу с Медведевым. И он уже там внутри находился, Антон Морозов. То есть, у нас уже человек сидел от РСН. Но Красногородская, справедливо полагая, что подвигам журналистским нет предела, просочилась в пул, в котором она не состояла ни разу. Ну, расскажи, ну, расскажи, расскажи, да ладно тебе. Сергей, ну всё рассказали уже. Ну, ладно, ну что, что. Ты хочешь сказать, что я тебя засыпал репутационно, да? Да. Хорошо, давай наоборот, скажем, не просочилась в пул. Или наоборот, была в пуле. Ну, просто я попала на встречу со студентами. Туда попадали не все журналисты. Ну, теперь самая знатная тема была в том, что ты просто просочилась, когда ты прижилась. Ты там тусила-тусила рядом и сделалась как бы своей, да? Ну, там было несколько способов. Да. Я несколько попыток предпринимала, чтобы попасть в аудиторию. Да. И одна из них увенчалась успехом. То есть, ты притёрлась как-то и вроде сделалась своей, да? Ну, как-то да. Там с кем-то притёрлась, с кем-то договорилась и попала. Ну, просто стояла там, полчасика потусила. Окей, ну, там места были, то есть, там можно-то было пропустить, по большому счёту. Ну, да, ну, да. Ну, главное, что получилось. Хорошо, я попала и видела Дмитрия. Притом тебя ни разу не досматривали, ничего, с пистолетами прийти нет. Да там, знаете, как... Со шпагами, рапира. Первый досмотр был ещё на улице, чтобы попасть в отбор шурфака, проверяли документы. Да что ты говоришь? Да, потом специальный человек... А шариковые ручки отнимали? Нет, я удивилась. Я спросила у ФСО, говорю, а вот, говорю, вы сумки проверяете, нашли хоть раз что-нибудь? Кто-нибудь пытался пронести? А почему вы спрашиваете, у вас что-то есть? Нет, ну, поймите, ну, шариковая ручка, шариковой ручкой можно убить человека, и легко. Засунь человеку в ноздрю шариковую ручку и ударь снизу аккуратно ладошкой. Вы представляете, красногородская шариковую ручку засовывает медведь в нос и бьёт снизу. Например, если серьёзно говоря, это оружие, грозное оружие. Теперь смотри, засунь ручку человеку в ухо и ударь ладошкой не очень сильно, так, чтобы ручка вошла в очередь. Кошмар какой! Ну, а что тебе, кошмар, я не понимаю. Я не буду тебе советовать засунуть ручку в глаз. Но это серьёзно-серьёзно строгое оружие. Почему ФСО не обращает на меня, я бы обнимал бы. В следующий раз обратит. Каблуки тоже. Бажена Рынская горозилась ОМОНовцев убивать каблуками. Нет, значит, ты просачиваешься. Ну, давай, ты просачиваешься. Ты просачиваешься, садишься сзади, там, где все курят, аношу и целуются. Нет, в этот раз такого не было. Не было в этот раз. Мне просто указали место, куда я должна пойти. Мне сказали, на первые ряды садиться нельзя, потому что там сидели студенты. Можно было идти только на задний ряд, где сидели преподаватели и некоторые журналисты. И ты среди препов села? Да. Хорошо, скажи, пожалуйста, значит, сколько вы высиживаете прежде, чем явится августейшая персона? Смотрите, студентов собрали в 10 часам. В 10 утра? Потому что не было известно, во сколько он приедет. Чтобы к часу дня им захотелось пописать, и их бы никто не выпустил. Нет, в этом смысл бы, я серьезно говорю. Они все ходят потом в туалетах, никто не выпускает. Они все были в университете, не в аудитории. А, их собрали в университете. Они просто ждали, да. Сказали, что Медведев будет в час. В час. К 12 часам уже была очередь около аудитории, очередь из тех, кто должен был пройти через рамку, чтобы попасть в 21. Это уже не первая рамка, это уже вторая рамка. Третья. Третья рамка. Да. Третья рамка. В час, в половину первого, уже все сидели на своих местах и ждали Медведева. Так. Он был на службе в храме Татьяны вместе с ректором. Храм Татьяны находится через стенку от факультета жертвы. Но если идти ногами, то через... Или там у них, как замок Морисвилля. Да, там есть. Это подземные лазы какие-то, и там призраки ходят, да. Там открыли специально дверь. Есть лазы какие-то. Что можно было пройти сразу. В алтарь прямо. Нет, даже пролезть в алтарь. Лаз в алтарь. Да, хорошо. Да. И в час 13, где-то в час 13, они пришли. Ректор, декан и Медведев. Да, мы узнаем об этом как раз примерно в час 15 из ваших твитов и сообщений и всего такого. Ага. Значит, они приходят. Ректор, Медведев и... Декан. И декан. Хорошо. Значит, после этого Медведев... Медведев какой? Он раскрепощенный, без галстука, в хорошем настроении. Он пританцовывает, American Boy, что-нибудь такое, нет? Нет, нет, серьезно, каков он? Но он совсем раскрепощенный? В какой степени раскрепощенный? Мне казалось, он был немножко внутри зажат, мне казалось, а это было больше напускное. Ну, это мое личное впечатление, возможно, я ошибаюсь. Приятная нервозность, приятная нервозность. Да. Так, он начинает, скажи, пожалуйста, значит, он заходит и говорит, что здесь есть женщина с ребенком. Это первое, что он говорит. Да, он поприветствовал всех, сказал, что вот мы... Он ищет ее глазом, показывает на всех пальцем и спрашивает, кто ребенок, или что? Нет, серьезно, что это за женщина с ребенком? Что это за женщина с ребенком? Была студентка с грудным ребенком, совсем кроха, она пришла вместе с ним, принесла его, и ее заметили в ССО или кто-то из помощников президента, и почему-то обратили на нее внимание. Ясно, почему? И Медведев предложил... Если бы ты обвешалась тремя, то обратили бы на тебя. В следующий раз я так и не знаю. Тремя, да, конечно, конечно, конечно. Тремя детьми, причем, грудными, тройные. И одного кормить. Тройные, да, да, нет, двух кормить, а один в запасе там, значит, набирает высоту, чтобы спикировать, да. Ага. Так что же? И Медведев предложил этой девушке... Ей высказаться. Первый, первый, кому он позволил задать вопрос, это она. Причем еще никто не было желающих, он сказал, вот здесь есть девушка, давайте она первая задаст вопрос. А ребенок квакал при этом? Нет, ребенок почему-то, его не было. Его обдолбали морфином, я знаю. Я не видела ребенка, я видела ребенка на входе, а когда она задавала вопрос, ребенка не было. Может, он у кого-то был из ребят, кто сидел рядом, но она встала, на ней ребенка не было. Уже не было. То есть она пришла с ребенком в кенгуру, а когда она встала, ребенка уже не было. Да. Чтобы не было, был не настоящий ребенок, теперь понятно. Да, или его обдолбали чем-нибудь, как эти запашные своих тигров. Так, дальше. Девушка начала рассказывать о том, как ей тяжело живется. Одной или не одной, но как тяжело быть студенткой, молодой мамой, еще пытаться заработать себе... То есть она работница, студентка и молодая фертильная самка одновременно? Да. И все это вместе ей удается с трудом. Да, и она... От чего именно она хотела отказаться в разговоре с людьми с детьми? Она... Не от ребенка, Мясен Пень, не от учебы, конечно. Она просила... Что она хотела? Она просила поправить законодательство таким образом, чтобы у нас в стране были предусмотрены детские сады корпоративные, там, при работе или при университете, чтобы она могла свободно работать. Потому что сейчас ее никуда не берут из-за ребенка. И она не может в декрет уйти, вот если бы она работала, ее в декрет не отпускают, сразу увольняют. И она, как я поняла, вынуждена была перевестись на вечернее отделение, чтобы работать. А я как по матери, как женщина, как мать и как женщина, я ее не понимаю. Как мать и как женщина. Я скажу тебе следующее, дед, серьезно. Как мать и как женщина. А не проще своей матери отдать, бабке отдать ребенка. Нет, мы знаем. Послушай, чего хочет эта девка хорошая, молодец, не спорю. Она хочет, чтобы всюду, куда она не пойди, всюду, куда она не пойди, торчал бы какой-то хмыреватый придурок, который будет, значит, с глупым лицом давать сосочку ее младенцу. Смотри, она пошла в метро, при метре стоит ха-ха-ха-ха, какой-то петрушка. Она говорит, вот вам корпоративный ребенок. Она пошла на работу, там стоит еще петрушка. Хо-хо-хо, хо-хо-хо, можно мы рассмешим вашего малыша? Потом она пошла в универ, там ворта она вас скачет, там, причем она говорит, можно я буду скакать на ягодицах, не касаясь ногами пола? От 201 до деканата. Ребенок такой, ребенок такой, хо-хо-хо-хо-хо-хо. А это вот мне, Саня, а можно одну дуру маму свою припахать? Маму, мама. Маму, маму, я хочу работать, есть ты, и еще я хочу учиться, и еще я хочу доставать президента. Время от времени на Татьянин день. Можно маму припахать? Ну, вы знаете, что ответил ей президент? Что он ей сказал? Она же просила изменить законодательство, а он говорит... Запросто? А я думаю... Он говорит, да прямо сейчас, говорит. Он говорит, а я думал, вы для себя что-то попросите. А-а-а. Ну, там, квартиру, коляску, что-то еще, понимаете, какое-нибудь пособие. Маму, няньку. И девушка, наверное, поняла, что она задала не тот вопрос, а остальные студенты... Подождите, и все, она отвяла, да? Да. Она говорит, измените, пожалуйста, законодательство. А президент на нее смотрит и говорит, я думал, вы хоть для себя что-нибудь попросите. А она для страны. Он говорит, ну, хорошо, да, мы строим детские сады. Надо было ей, конечно, словчиться, и словчиться, и ударом сбоку сразу сказать. Еще я хотела миллион долларов. Еще я хотела миллион долларов. Нет, она нет, нет, не словчилась с ней. Зато после этого случая все остальные студенты просто как на подбор стали говорить о чем-то личном. Ну, давайте. Как раз-таки и пошли. Ну, следующий, следующий, следующий кто? Ой, потом студентка... Вот эта Нюшка, которая рассказывала, как папа пришел из тюрьмы, там, и стал всех бить. Вы знаете, это... Народ, вы просто не знаете из прессы, что там было. Народ, вы просто не знаете, что там было. Там бабоньки обступили Дмитрия нашего Анатольевича. Бабоньки стали жалиться, что кто-то вернулся из тюрьмы и недобрым глазом смотрит. И так далее. Ребят, все расскажем. 8.54 почти. Погнали дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. 8 часов 55 минут. Давайте в движении посмотрим. Слушайте, секундочку. Я в разом... Мы тут под впечатлением читаем ваши смс, ребят. Но чуть позже. Я сейчас открываю карты Яндекса. В движении. Народ говорит, дороги сухие. Все хорошо, выстудило. Но дороги скользкие. Нет, они какие-то сухие совсем. Ну, как скользкие. Ну, скользкие под мороженое, конечно. А пробок больше. Проспект Мира стоит, гад, совсем. Этот самый Ленинградка, ну, тоже совсем плохо. Там 10 км в час и так далее. Волоколамка вообще 7 км в час перед Соколом, перед сужением, перед ремонтом. Вот. Еще из драматических мест. Это 15 км в час проспект Ленинский идет. 15 км в час всего. Остальные это огничок и уверяются. Ну, 10 км в час щелчок, как обычно. Ну, это как обычно. 7. Строгино, туговато, говорит Гавр. Так, прокатным ребенком пробивать себе дорогу и карьеру. Правильно? Правильно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Монина, Перова, сегодня 35 минут. Классно. Спасибо за хорошее известие. Сахарова и Чистые пруды оккупированы гайцами. Ждут, говорит нам Голубь. Сахарова и Чистые пруды оккупированы гайцами. Ждут, ждут, ждут. 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Сергей, здравствуйте. Павел из Химок. Ну, вы себя не можете представить, что здесь творится. Ну, ладно. Они просто стоят. Вообще, кто пытается Ленинградку через Химки объехать, лучше езжать по Ленинградке. Ну, потому что в Химки просто все стоят. Подождите, а Химки и в область стоят? Химки и в область стоят. Да, я сейчас проехал в Старбеево. И в Старбеево все стоит. И в Старбеево оттуда просто стоит. Да, кстати, это на Яндексе видно. Вот на Дмитровку. Если бы вы через... Это самое... Минули Старбеево и ринулись на Дмитровку. Вот там неплохо. Я когда не поехал, я ехал в сторону в Шереметьево 2. Там в Олимпийце есть такой центр. И все от Олимпийцев, кто из Шереметьево едет, объезжает. По этому дороге тоже лучше не езжать. Ну, Дмитровка, Дмитровская, вот можно ринуться, но предупреждаю. Дмитровка от Бутырской улицы стоит, стоит в мертвую. Дмитровка тоже. Дмитровок центр стоит от Бутырской улицы. Осторожно, народ. Но там, где МКАД, ничего, на Дмитровку есть выезд нормальный. Светлана Матвеева, спорт, что ли? Русская служба новостей. Русновости.ру Девять часов, три минуты, четверг, двадцать шестое января. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Александра Красногородская, ведущая этой программы. Какой у Красногородской твиттер, спрашивает 87-й. А ты вообще не пишешь твиттер? Нет, я есть там. Она есть в твиттере? Ну, очень скромно. А что там? Под фамилией Волоскова, подчеркивание, Алекс. Волоскова, Алекс. Она Волоскова просто по девичью? Нет, по девичью, да, но Красногородская не помещается в твиттер. Волоскова, подчеркивание, Алекс. А что, ну ты не пишешь там ничего? Ну, я пишу там, типа, ой, я проснулась, мне холодно. А, окей. Это можно не считать. Нет, иногда бывает что-то и по делу. Иногда бывает по делу. Хорошо, давайте-ка, эстрогина Туга, секундочку, секундочку. Съезд третьего транспортного на Андропово в области, сам проспект Андропово в области, очень плохо сообщает 73-й. Так, встреча с ЖЖ преподжурфаковский. Доброе утро. Ради интереса, посмотрите, что о встрече с Дмитрием Анатольевичем писал в ЖЖ преподжурфаковский. GRPR406. Интересно. Это Григорий Бруцков. Да, вы читали его, да, нет? Ну, я с ним вчера сидела рядом. А, вот они сидели рядом и смотрели практически под одним ракурсом, практически. Григорий Владимирович был один из десяти преподавателей, которым посчастливилось прийти на эту встречу. Всего было десять преподавателей. А как вам, студент, забывший при Медведеве свою специальность, физик-ядерщик или химик-технолог? Вот кто он был? Ой, не знаю. Нет? Что-то ты его пропустила? Как-то да. Ага, хорошо. Слушай, давай, 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 давай вернемся. Значит, мы возвращаемся к Красногородской. Красногородская сидит себе рядом с Григорием Владимировичем, смотрит на Дмитрия Анатольевича влюбленными глазами, парализуя его взглядом, с одной единственной целью – задать ему вопрос. Это был вопрос, который ты готовила и который ты не задала никогда. Да, это насколько они договорились с Владимиром Владимировичем о сроках премьерства, на неделю или, например, на шесть лет. А вы знаете, такой вопрос потом прозвучал. Прозвучал, да. Я так задала его, она спросила, а что вот в апреле, ой, в мае, когда… Вы сделаете с премьером. А он говорит, ну даже если я не сделаю с премьером, я не сильно расстроюсь. Нет, это никак, что значит не сильно расстроюсь. Он сказал, что это не цель, что я на выборы не пошел, потому что из двух кандидатов должен идти тот, у которого больше… Нет, он, кстати говоря, Медведев молодец в этом смысле, но он не понимает, как бы сказать, он не понимает, чего не понимает нация. Медведев прав, что от одной команды не могут идти два кандидата. Это дурочка получается. Да. Ну как бы. Но нация не может понять, как эта одна команда фактически сделалась единственной командой, а сделавшись единственной, внутри себя делит вась-вась. Я тебе объясню, Медведев прав абсолютно, и Путин прав. В одном концепте важном, что если мы команда, то мы не можем конкурировать внутри себя. Ну что за бред? Знаете, каждая команда выдвинет кандидата, каждая команда. Вот мы выдвинем в этот раз Путина. Ну нормально. Ну как бы, а что мы должны здесь… Ну да. А что мы должны здесь скоморошничать-то, друг с другом драться, ну когда мы одна команда? И Медведев об этом говорит. Мы одна команда, мы решили, что сейчас пойдет от нас Путин. А другие команды, пусть они других выдвинут, и в этом демократия. Но нация, и это очень корректно, очень корректно, с точки зрения Великобритании. Но нация говорит, братцы, вы не одна команда, а вы единственная команда. Просто другой нет никакой. И это в этом отчасти, отчасти есть ваша рука, да? Ну как, ну вот нет других команд. А поэтому вы не должны там вась-вась, а вы должны имитировать тогда борьбу, раз вы единственная команда. Ну хотя бы имитировать. Ну вот, понятно, да? Да. Но вы не можете вась-вась решать, кто от вас будет власть. А потому что по существу мы не верим в выборы, вот же в чем дело. Понимаешь? То есть с точки зрения Великобритании правильно, когда одна команда выдвигает одного кандидата, а другие команды выдвигают других кандидатов. А с точки зрения России мы не понимаем, какие такие другие команды, когда их нет. Понятно, да? Да. Ну и все, вот и все. Вот здесь проблема. Значит, на самом деле он не ответил на этот вопрос. То есть твой вопрос был, насколько вам гарантировано премьерство на неделю или там на 6 лет? Он не ответил. Он не ответил. Он сказал, что мне вообще принципиально не важно. И он сказал, что... Далее он продолжил свою мысль. Так, что он сказал? Сказал, что в политике он не уйдет, что ему только 46 лет, что у него еще все впереди, и он не исключает возможность дальше балансировать. А я тебе скажу, что у него впереди. У него впереди 58 лет. Когда ему будет 58 лет, Владимир Владимирович Путин исполнит два своих мандата, 12 лет. И Дмитрию Анатольевичу сделается 58 лет. Если он зайдет на два мандата, Дмитрий Анатольевич, то он закончит свои два мандата в 70 свои лет, когда он будет полон сил, энергии и трезвого рассудка. В 70 лет. И уступит свой пост. Кому? Владимир Владимирович Путин. Нет, это уже сколько ему будет лет? Это уже очень много. Владимир Владимирович родился в 52-м году. Подождите, давай посчитаем, это же арифметика. Вы физмат заканчивали, да? Физмат школы, не физмат, никакой МГУ, не физтех, ничего. 52 плюс 18? Нет. Плюс 24. В 12-м году стало быть 60 лет Путину. Через 12 лет ему 72, еще через 12, 84. В 84, если он баллотируется на опор с президентом, может быть, он уже не столь ловко будет сидеть в седле. Да, а вы что, посмотрите на Владимира Владимировича? Наоборот, он еще ловчей станет сидеть. Еще ловчей, еще моложе. У него уже ноги, ноги уже вопьются в лошадь, и он уже будет уже все уже. Только можно монтировкой отговорить. Как Бенджамид Батт. Да, да, да. В 84, если он... Баллотируется, и тогда, значит, в 96 он закончит свой мандат. Вот я проголосую, если Путин в 84 года пойдет... Верхом, притом, верхом. Как это? Ну, как мы говорили, на лошадь даже. На белое. На белое. А тогда, когда он выйдет в 96, как раз будет 82 Дмитрию Анатольевичу. И Дмитрий Анатольевич может зайти и выйти, когда ему будет 94. И Дмитрий Анатольевич в 82 может сказать, у меня еще все впереди. Очень правильно, очень правильно. Ну вот, и выйдет, когда ему будет 94, а к тому времени Владимир Владимирович будет, ну, может быть, уже и прискучит. Может быть, уже и прискучит. А? Нет, там, мне кажется, входишь во вкус и уже невозможно остановиться. Да? Как наркотик. Хорошо, слушай, с чего его начали спрашивать про расстрел? И расскажи мне о выражении лица. Потому что есть вещи, которые я сейчас тебе объясню. Мне показалось этот вопрос, конечно, очень резким, с одной стороны. А с другой стороны, человек, мне понравилось, реально понравилось, что Медведев имел на него ответ. И Медведев, и Медведева был ответ, важно, это важно. И он был идейный, а не шкурный. То есть он сказал, что он готов погибать за идеи. Реально готов погибать за идеи. Ну, это, Сергей, это единственный ответ, который может быть этот вопрос. Подожди, подожди, не каждый человек готов отвечать на такой вопрос. Ты готова отвечать? Конечно, готова. За что ты готова умереть? За страну, за идею. Все, да? За семью. За семью. Красногородская жесть вообще. За Даренко. Да, 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 за аэросцен. За аэросцен лучше говорить. Я могла утонуть в Иордане. Так, подожди, за аэросцен. Так, подожди, подожди. Хорошо. Но на самом деле, на самом деле, человек готов был к этому ответу, несмотря на очень острый вопрос. Ну, как готов, Сергей? Да, готов был, готов был. Молодец. Он дрогнул, как он себя повел? Вот, смотри, сам вопрос, задается вопрос. Причем вопрос задавался тем парнем, который перед этим инструктировал всех, как надо себя вести. О, черт! Это один из организаторов. Да, он вышел перед до приезда Медведевым, он говорит, пожалуйста, будьте вежливы, не выкакивайте СМИ, застегните блузки, не бросайте острые предметы, ботинки. Говорит, не все голосовали за Единую Россию, но давайте будем культурными и так далее, и так далее, и так далее. После чего он говорит, если вас застрелят, как Саддама Хусейна, вы готовы зайти на шафот? Да, это был какой-то третий или четвертый вопрос. Да. И он, этот студент начал с того, что в России сейчас очень живо революционное настроение, что вот случится революция, что будет народный суд. И понимает и Дмитрий Анатольевич, что в этом случае он пойдет под суд, а суд будет не такой уж объективный, и, возможно, его приговорят к расстрелу. Как Саддама Хусейна. Слово было Саддама Хусейна? Там потом, когда студент дальше разворачивал тему, он произнес, и он вспомнил и Северную Корею, и Вацлава Гавала в той связи, что... Он решил выступить по полной. Раз уж вы застегнули блузки. Раз уж они все застегнули блузки. Он вспомнил и Каддафи, и Хусейна на самом деле. Да, да. А, и Каддафи тоже. И Каддафи. Просто, знаете, я не могу точно воспроизвести этот вопрос, но он у меня есть на диктофоне. Сегодня будет запись, выложена у нас на сайте полностью. Прекрасно. И что, вот скажи мне, лицо Медведева, мне важно, лицо Медведева, дзен сознания, вот эта мгновенная реакция, как он реагирует? Он сказал, он сразу сказал, наверное, вы задали самый острый вопрос в своей жизни. Он улыбался на тело. Я еще раз спрашиваю про выражение лица. Выражение лица. Он слегка иронично серьезное, можно так сказать? Иронично серьезно, он сохранял спокойствие? У него ничего не дернулось? Сохранял, нет. Не дернулось в лице ничего? Паники не было. Не было. Наверное, самый острый вопрос в своей жизни вы задали. Да. И он начал говорить, что наша страна уже исчерпала весь ресурс революции, что каждая революция пожирает своих детей, что это... Под революцией Медведев понимает, внимание, для всех насильственную революцию. Он вспомнил все периоды. Насколько я понимаю, он не различает, потому что бывает мирная революция, бывает больше того революция сверху. Бывает революция сверху. Нет, это... Но Медведев именно всегда говорит о насильственной революции снизу. Понятно, понятно. Начал с 17-го года, закончил 12-м годом. Да. И говорил, говорил о революциях, о том, как это плохо, ужасно, что нам так нельзя. Да. И этот студент, который просил не выкрикивать с места, встает и говорит, так вы все-таки готовы умереть или не готовы? Ага, с места он просил не выкрикивать. Да. Так, и тот говорит, да, готов, да. Он говорит, если вопрос ставится так, то да, я готов умереть за свою страну, за идею, за свою семью. Вот у меня вот тут сейчас попытаюсь найти точную эфетату. Не, 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 не. Давай, расстанемся на минуту. Ты все-таки расскажи про папку, которой пьяный пришел из зоны. Ой, там вообще такая драма была. Сейчас, через минуту, через минуту. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. С 15 февраля начнется реконструкция федеральной трассы Балтия, Новорижское шоссе. То, что мы называем Новорижское шоссе. Участок от самого МКАДа до Бетонки, длиной 33 километра, будут расширять в течение ближайших трех лет. Три года будет идти ремонт на Новой Риге от Бетонки до МКАДа. Три года в аду предстоит прожить всем, кто ездит по Новой Риге. Приготовьтесь, товарищи. Я там еду в 6 утра, между прочим. Я надеюсь, все с нами будет хорошо. С тунеядцами, которые в 6 утра едут на работу. Вы смотрите, там холодно. Переезжайте в Москву. Вы сегодня говорили, что у вас было минус 24. Тогда надо переезжать в Антипус. Какой статью в Москву? На Гугазад. Нет, в Донпассаре сегодня плюс 28. Давай возвращаемся. Значит, стояла студентка и говорит. А вот, Дмитрий Анатольевич, помогите нам, одной женщине, которая... Смотрите, это случилось. Это был второй вопрос, по-моему, после вот этой мамы с ребенком, который президент сказал, почему вы просто для себя. Встает студентка и говорит. Вы знаете, у меня вот, у моей подруги сложилась такая ситуация, что она со своей мамой сейчас проживает в центре помощи женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Так. И дальше начинается какой-то рассказ, ну, такой личный очень, о том, что у этой семьи есть какой-то дядя-уголовник, который... Дядя-уголовник. ...сутенером был. 30 лет отсидел в тюрьме, вернулся сейчас, и они не могут... Он, слушай, сутенером был до того, как стал уголовником? Это неудачно. Или... То есть это разные профессии, я так понимаю. А может быть, одновременно? Вряд ли, едва ли. За сутенерство у нас не сажают, наоборот, двигают в Думу. Ну, так что, нет правды? Ну, видно, какое-то у дяди темное прошлое. За что его посадили, не знаю, по-моему, она и не говорила. Ну, так вот, у них есть общая жилплощадь, на которой вот эти женщины благополучно жили до его возвращения. Потом возвращается из тюрьмы. Дядя сутенер, меняет замки. Он же уголовник, меняет замки. И начинается война за эту квартиру между дядей и семьей его сестры, так понимаю. Угу. И женщины уезжают. И вот встает эта девушка, которая выступила за подругой... Медведев как она воспринимает? Он немножко шокирован. Он шокирован. Он не понимает, что от него хотят, потому что последняя фраза была, что... А он сменил замки. И логично было, что Медведев... А что вы здесь, я замки обратно вернул? Или что вы от меня хотите? Да. Девушка понимает, что она говорит глупости. Говорит, наверное, нам нужно такое законодательство, которое бы защищало вот таких женщин от таких вот дядей. Так. А дальше? И дальше. Встает следующий вопрос. Следующий вопрос. Нет, смотрите, Медведев начинает что-то пытаться объяснить, что, к сожалению, такое бывает. Вот да-да-да. Личинка замка. И застроена таким образом, говорит Медведев. Так, и что дальше? Ну и что, и что еще? Еще, еще. И тут… Встает еще одна женщина. Встает одна девушка и говорит, это моя история. Это моя история. Я племянница. Это моя история. И моя подруга рассказывала только что обо мне. И зал такой… Знаете, такой… Это французский фильм. Это уже не американский фильм. Это уже французский фильм. И Медведев говорит, ну, расскажите, что произошло. И девушка начинает рассказывать эту же историю. По-новой. Да. И после этого Медведев, она очень долго рассказывает, но видно, что это действительно проблема, нельзя смеяться. дядя. А Медведев понимает, что ему портят встречу? Мне кажется, да, потому что он все время говорит... Знаешь, что встреча пошла прахом. Напишите координаты, я что-нибудь привлечу. Лучше встречаться с Васей Якименко, в тысячу раз лучше встречаться с Васей Якименко, который не рассказывает про личинки замков, потому что он входит в палатки, как мы хорошо знаем. Он входит в палатки. Да, ну так что же. Ну вот, и девушка пишет свои какие-то координаты, передает их ему, а потом Дмитрий Анатольевич говорит, ну хорошо, давайте поехали дальше, и выбирает студента, который должен задать вопрос, студент говорит, Дмитрий Анатольевич, хочу служить своей стране, вот придумал такой проект, такой проект, нигде меня не видят, нигде меня не слышат, помогите трудоустроиться, хочу работать с Вами. И наконец закончил еще той бабой, которая встает и говорит, я решила эмигрировать. Да, но это уже было потом чуть дальше. Слышно, ну нет, докажите мне, говорит, нет, Дмитрий Анатольевич, докажите мне, что я не должна эмигрировать. Да, она не... А он мне говорит, вали, говорит, к чертовой матери, дура. Она встает и говорит, у меня зачетка одни пятерки, у меня нет ни одной четверки, Я прекрасно училась Я знаю несколько языков Никакого целлюлита на ягодицах Еще что она про себя рассказывает Я эмигрирую Вот с этой своей попкой Я эмигрирую Дмитрий Анатольевич, докажите, что я должна остаться с вами Она говорила так уверенно, что я получаю диплом И я уезжаю с этой страны Потому что я знаю, что здесь Вот эту свою страну заткните себе в задницу Она такая гордая А он такой смотрит на нее и говорит, да вали отсюда Ну он сначала говорит, ну печально, конечно Что мозги утекают А он продолжает свою мысль Что говорит, мы долгие годы делали все Чтобы границы были открыты И заканчивая так, говорит, хотите, поезжайте Да, да, он правильно сделал Он правильно сделал Ты понимаешь, она себя как бы Но она нехорошо Ну как-то это было, знаете, очень как-то пафосно И с таким претензией какой-то Вообще абсолютно лишним Слушайте, срез общества Срез общества Обменяемся в мнении 788-107-0 788-107-0 Вот МГУ явил срез общества Пришел дядя-сутенер из тюрьмы И срезал личинки Президент, пожалуйста, примите Законодательство против дяди Который поменял личинки замка Теперь У меня красивая попка И куча пятерок Я уеду из этой страны Докажите, что я должна с вами остаться И так далее Ребят, это что? Это что? Алло, здравствуйте Доброе утро Доброе утро Ну, опять дурдом устроили Я вот вчера смотрел Мне показалось, что Медведеву не все понравилось Может, передача телевизора была неправильная Но мне показалось, что он прям надулся Слушайте, расскажите Но это срез общества Это срез общества Это срез общества Приходит человек Ему начинают рассказывать про личинки замка Про целлюлит на ягодицах Это шесть полная Полная, окончательная Ребята, о чем мы говорим? Ну, Сергей, ну это было только в начале Ну, вопрос, вопрос, вопрос А если бы он в Сарбоне выступал Вот такие же были бы вопросы Я еще раз говорю Он потом Я дам вам сейчас пример Вот послушайте Я говорил об этом Я говорил об этом с нашими политологами Где, какие вопросы задают Послушайте, это очень важно Алло, здравствуйте Я Кто выступал перед студенческими аудиториями? Позвоните, пожалуйста 788-107-0 788-107-0 Если вы выступали перед студентами Мне сказали Что в Томске Томск Томск Где Путин был? Томск, Сибирь Ну, вы про политех Томский, да? Нет Про Томск, где выступали мои приятели Не Путин никакой Они говорят Вопросы абсолютно серьезные люди задают Магадан Очень серьезные вопросы Бостон Очень серьезные вопросы Сарбона Очень серьезный вопрос Алло, здравствуйте МГУ Жесть Да, здравствуйте Добрый день Вы выступали перед студентами Где бы то ни было? 788-107-0 788-107-0 Если вы выступали перед студентами Мне интересно В каких городах Есть вменяемые люди? Вот мне говорили Про Томск Магадан Бостон Коламбия Универсачи Очень вменяемые Очень серьезные Очень серьезные ребята Мне говорили про Беркли Естественно А вот, здравствуйте Здравствуйте Где вы выступали перед студентами? Вот, как раз таки в МГУ Скажите, пожалуйста А где Есть чем сравнить? Ну да Также В принципе Знакомцы Аудитории МГИМО Скажите Что Как это характеризует Аудиторию? Что Что именно Характеризует? Вот эти вопросы Дядя пришел С зоны Срезал личинки Дмитрий Анатольевич Да Спасите нас Лично Конкретно Ну, я Честно говоря Немножечко Воспринимаю Это как Некоторые Некоторые Постановочные моменты Да Потому что Я общался Со студентами Журналистики Журфака И, честно говоря Там вполне адекватные люди Нормальные люди А почему Они тогда Вдруг Почему они Вдруг Тогда Вот Сопробило Их на слезу Про личинку Замка Про То, что Я укачу Из вашей страны Если вы Меня не остановите Ах, держите Меня Ах, держите Меня Ну, насчет Укачу Из вашей страны Это, конечно Понятно Что Такие всегда есть И всегда будут Такие люди Но по поводу Замков Честно говоря Вот это Не знаю Спасибо Слушайте Ну, это реально Это реально Характеризует Аудиторию Ну, Сергей Ну, потом Были нормальные Вопросы Острые были вопросы Про Ну, задавали много Про общественное телевидение Ребят, я спрошу Простой вопрос Я спрошу Простой вопрос В Сорбонне Также Задавали бы вопросы Чиновнику Категории Дмитрия Анатольевича Медведева Если бы к ним явился Такой чиновник Смотрите, Сергей У нас Больше ничего у меня нет У меня вопрос один Вот смотрите, что у нас происходит В Сорбонне Также задавали бы Вот смотрите, у нас Путин Или Медведев Проводит какую-нибудь Прямую линию С населением За этому вопрос Вы помните Сколько раз Подари мне елочку Подари мне хомячка Подари мне Да, да У нас это уже Сложилось такое представление О том, что О чем это говорит О том, что у нас работает Только та власть Понимаете, то, что у нас Получается на местах Мы ничего не можем Ну, почему нет Уже им ничего не нужно Во-первых От власти Во-первых, да Во-первых Ничего не нужно от власти Принципиально Ничего не нужно от власти И у них фактически Матримониальный подход Они обращаются К Медведеву Матримониально Мать с ребенком Говорит Смотри, я ношу ребенка Смотри, Дима Я ношу ребенка Видишь, мне тяжело С ребенка Он сиську просит А я тут на занятиях Она обращается К нему, как к мужчине Она обращается К нему, как к мужчине С матримониальной Философией Ты, мужик Реши проблему Вот видишь Я с ребенком хожу Вторая Встает и говорит У меня подруга Их обижает Пьяный мужик Ты, мужик Реши проблему Понятно, да? Опять матримониальный вопрос Понятно, да? Ты же наш мужик Ты же наш мужик Зайди Дань Дай в сапатку Этому говнюку Дяде Следующая Это моя история Спасите меня От пьяного дяди Вы же мужик Дмитрий Анатольевич Третья Смотри на меня Я красотка И у меня пятерки В дипломе Ты заслужил меня Докажи Что я должна Остаться в твоей стране Опять матримониальность Значит, все бабы Которые задавали вопросы Все бабы Которые задавали вопросы Предлагали себя Президенту Как мужчине Это жесть Ну это жесть Но это правда Ну да, 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 да Все, Сергей Но более другие вопросы От женщин TD Давай поспорим Давай поспорим Ну а о чем? Давай поспорим О чем поспорим? Об этом поспорим Но просто обзор печати Подъем. Обзор печати. Александра Красногородская. Основатель WikiLeaks Джулиана Саш выйдет в эфире Russia Today. Ассанж планирует дебютную телепредачу «Мир завтра». И она будет идти на нашем телеканале. И в этой передаче планируется беседовать с политическими фигурами, мыслителями и революционерами, в том числе и с российскими. В ведомости Прохоров сдал кандидатскую. Вчера Центризбирком зарегистрировал Михаила Прохорова кандидатом на пост президента. И согласно поданной декларации у него нет тех активов, которые принято считать прохоровскими. И получается, что кандидат Прохоров намного беднее бизнесмена Прохорова. Известия. Одиноким ветеранам подберут сиделок. Московские власти решили поддержать службу сиделок, созданную в 2011 году. На ее работу потратят в этом году еще 100 миллионов рублей. Эти средства позволят оказать помощь еще 150 одиноким пожилым людям. И еще в известие Барак Обама призвал снять барьеры для инвестиций в Россию. Президент США вчера выступил с ежегодным посланием к Конгрессу, в котором он попросил Конгресс о том, что тот должен позаботиться, цитата, чтобы ни одна иностранная компания не имела преимущества перед американскими производителями, когда дело касается получения доступа к финансовым и торговым площадкам в России. Об этом в сегодняшних известиях. И еще забавный материал в «Комсомольской правде» о том, как жителю Сибири, железнодорожнику, досталась сим-карта звезды Димы Билана. Это был бывший номер. И что происходит, как его жизнь теперь превратилась в ад, потому что в неделю ему приходят по 500 смс-ок с признанием любви. А корреспонденты спросили у самого Димы Билана, его реакцию хотели узнать. И оказалось, что Билану досталась тоже сим-карта, которой ранее владел убитый ныне бизнесмен. И что там тоже не так все просто у него с мобильной связью. Вот. Это был обзор пресса. А сейчас новости на Эресон. Мы продолжаем с Александрой Красногородской. Александра Красногородская была вчера в аудитории 201-й вместе с президентом России, вместе со студентами журфака, которые вот общались. Первый вопрос, первый вопрос был женщины с ребенком, которая спрашивала, почему ей приходится таскать всюду малыша. И нужно, чтобы всюду ее ожидал детский садик маленький, куда она мгновенно бы его сдавала, а потом получала снова. Знаешь, патрон в патронник бы вставляла, а потом в раз вынимала. Нет, ну это удобно. Это ужасно удобно. Да, да, да. Тамагочи пусть заведет. Тамагочи. Живые дети лучше тамагочи. Может быть. Может быть. Живые дети. Могут быть. Можно дать пососать тряпочку с водочкой, водичка с водочкой. Она заснет. Тамагочи не заснет. А что она таскает? Она говорит, я, говорит, всюду его таскаю три места в день. Но мне бы, чтобы в каждом был детский сад. Что она в три разные руки будет выдавать ребенка. В три разные руки. Слушай меня, вторая встает. А у моей подружки пришел дядя из тюрьмы, бывший сутенер. Как если бы это каким-то образом негативно характеризовало джентльмен. А если человек работал джентльменом. Ну вот, как если бы. С женщинами. Да. С людьми. Да. Человек работал с людьми. Тяжелая работа. Ну вот. Значит, слушай. И он поменял личинки в замке. Потом встает третий вопрос. Третий вопрос встает женщина. Сама молодая студентка. И говорит, это моя история. Это было сказано про меня. Это у меня дядя сутенер. Сказала она. И Дмитрий Анатольевич должен немедленно решить вопрос с личинками замка. И принять соответствующий закон о личинках. Закон о личинках. Потом еще одна выходит и говорит, у меня вот аттестат, все пятерки. Я красотка. И я вас гробу видал. Докажите, что я должна принадлежать тебе. Она скажет, как ты докажешь, что я твоя? Вдох. Вздох. Как ты докажешь, что я твоя? И все. Она такая. Он ей говорит, да вали ты к чертовой матери, дура. Значит, вот тебе четыре бабы. Задает четыре вопроса. Абсолютно матримониальные вопросы женщин к мужчине. Это говорит об одном. Во России нет мужчин. Что в России нет мужчин. Или что русские женщины абсолютные курицы. Ну, абсолютные торжественные курицы. Нет, давайте лучше в России нет мужчин. В Иркутске выступал в РГТУ в октябре 2011 года. Они на вопрос задала всего студентка. Видео можете положить в сети. Двадцать четвертый. Ну, позвоните. Чего вы меня в сеть-то отправляете? Спасибо вам большое, конечно. Просто я сейчас у микрофона. Двадцать четвертый. Ну, позвоните, пожалуйста. Расскажите, как вы выступали в Иркутске. Вот вы не звоните. Видите, я вот вам чищу линию. И нифига нет вашего звонка. Теперь слушайте. Теперь слушайте. Значит, еще. Эх, опять не двадцать четвертый. Нет, у меня полно звонков. Спасибо вам огромное. Но не двадцать четвертый. Так, секунду, секунду. Я прочитаю еще смс-ки. Плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и ноль. Это вопросы говорят о состоянии общества. Его представители... Если представители власти не могут законодательно решить ни одного вопроса, выполняют только полицейские функции, то... Дальше длинное сообщение, извините. Дальше не будет. Если бы Навальный пришел в МГУ, вопросы были бы адекватнее. Так как МЕД... И все, и пропал ваш дальше вопрос. Семьдесят девятый. Распущенные хамские студенты, уверенные в своей безнаказанности, не знающие из субординации, что перед ними стоит президент, знают, а по своему сыну студенту МГУ сообщает нам двадцать пятый. Сергей, это потому что мужчинам живется в нашей стране проще, чем женщинам. Это женщина написала. Написала женщина тринадцатая. Мадам, нам живется короче на четырнадцать лет, чтобы вы знали. Уже очень просто. Поэтому легче. Легче. Конечно, мы на четырнадцать лет раньше убываем в страну вечной охоты. Сергей, а можно еще прочитать? Вот еще. Выступал... Подожди. Сейчас передаю слово. Выступал в WCU, Кейптаун и РХТУ. Вопросы по спецу и немного по коррупции, говорит Брэнгвин. Шестьдесят сорой. Эх, Брэнгвин, позвонили бы нам бы, а? Брэнгвин, пожалуйста. Мне интересно, всюду идиотки вот такие обступают, любого человека, который выступает в университете или нет, а? Посмотрите на прямые линии с президентом. Профессор, читавший на МЭО, большой специалист по Франции, читал лекции в Сарбоне. Сказал, что глупее вопросов, чем в Сарбоне, нигде больше не задавали. Да, читайте вы. Я хотела, что у людей надежда только на высшую власть, и это ее проблема, потому что языки хотят на них работать. Даренко просто тупит, пишет Алена. Алена, Даренко не тупит. Даренко задает вопрос в корень. Нет, Сергей, просто Алена говорит о том, что действительно... Алло, здравствуйте, Сергей, Павел Пятнятский. Да, Павел, вы читали где-нибудь? Да, я выступал как бы в РАКСИИ, в ГИМО, в Сибирском государственном университете. Где самые умные студенты? Хочу сказать, что чем ниже известность человека, который является лектором, тем качественные вопросы. Почему? Потому что, когда выступает Медведев, Путин, и мы по последней путинской встрече с шахтерами можем видеть, они каждый день ругают власть, каждый день шкулят, но когда увидели, вот рядом, достали мобильники, снимают, прикоснулись... Слезы умиления, слезы умиления, да, абсолютно согласен, 788, то есть нужен человек, с которым они могут говорить как бы, то есть это совершенно существует новопорядка, но я не понимаю, почему тримониальные разговоры заводят все бабы. Алло, здравствуйте, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хотел бы ответить на ваш вопрос. Давайте. Приглушите радио, приглушите радио, сильно заносит звук, да. Да, и огромные просьбы, если можно, не перебивать. Ну, первые, может быть, 10 минут не буду, а потом перебью. Хорошо, спасибо, Ваше. Давайте. Вот ваш вопрос, почему в Шарбоне невозможен такой вопрос по определению? На мой взгляд, в том обществе, в котором правитель, местное состояние выстроит, воинтикает в власти, что-нибудь до него не дошел такой вопрос, а кричит из трибун, что надо рожать, исправить демографическую ситуацию, женщина совершенно права, обращаясь к мужчине, что же делать с ребенком, которого родила? Я не понимаю, подождите, о Ванголе, когда они должны душ сантушу что говорить? Мы говорим конкретно о России, а в Анголе есть свои проблемы. В Анголе, Ангола, Ангола. Для того, чтобы, Ангола, неважно, или там, Замбия, для того, чтобы говорить о другой стране, надо в корне знать. Это и противостояние. Вы знаете, вы звучите очень обоснованно, звучите по тону обоснованно, но совершаете логические ошибки. Честное слово, я сейчас не буду разбирать. Просто вы как бы сказали три фрагмента, в вашем высказывании было три фрагмента, каждый из которых безупречен. Но вместе три, извините, они не подшиваются никак. Причем тут вертикаль власти, родила ребенка, а в Сорбоне такой вопрос никогда не зададут. Вот это я не понимаю. Алла, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, это ваш коллега Алена, спасибо, радиостанк. Здравствуйте, здравствуйте, Алена, здравствуйте. Здравствуйте, наконец-то. Я просто хотела сказать, что давайте посмотрим, какие у нас были президенты в стране, а сексуальные. Да, я не имею в виду последних двух. Да. Ну, Ельцин, а Ельцин... С определенной властью, сексуальные мужчины. И вот девушки, которые на журфаке, сами понимаете, народ творческий, сама его закончила. Да. Если бы ко мне пришел президент тогдашний, я бы тоже, наверное, выпендрилась каким-то образом. То есть девчонки выпендривались. Да. И никакого отношения это не имеет к сути встречи предпедств Медведева с журфаков. Но можно ли сказать, что это до известной степени их характеризует? Безусловно. Но это выпендрежь чистой воды. Потому что, ну, вы прекрасно знаете, большинство девушек, как они выглядят и чем они занимаются на журфаке. Ой, почему... Вот это интересно. Чем они занимаются? Чем они занимаются? Они приходят на журфак, на лекции симпатичных преподавателей, одеваются поярче, общаются между собой, рассказывают, кто на какой машине приехал. Ну, все это дело было в моей жизни, я могу сказать, что так оно и есть сейчас, я думаю, еще даже круче процветает эта история. Алена, Алена. Можно ли сказать, что они пустышки таким образом? А подождите, а я тоже училась на журфаке. Какой год выпуска? Алена, какой год выпуска у вас в журфак? Да, я там училась 10 лет подряд с отчислениями, поэтому закончила, наверное, в 2006. Александра, какой год выпуска, Александра? В 2004. Александра, 2004 год выпуска. Алена, а у нас не было такого, чтобы наряжаться на лекции красивым преподавателям? У них не было. Ну, когда Балдицын преподает зарубежную литературу... Ну, там все сидят и пишут. Павел Вячеславович, я тебя люблю, я тебя люблю. Здравствуйте, а как же Ахиллес? Да, да, и, конечно, он тоже. Я просто хочу сказать, что в данном случае я сама преподавала, и на журфаке лекции читала, и преподавала в институтах разных, связанных с радио-телевидением. Студенты этих специальностей, они очень творчески подходят к задаванию вопросов. И абсолютно прав предыдущие дозвонившиеся о том, что если человек малоизвестен, и специалист, допустим, преподавает какую-то ядерную физику, то ему и будет задавать вопросы по ядерной физике. Если приходит президент на журфак, здесь надо выпендривать. То есть это шанс, это шанс воспользоваться желтым билетом. Алена, извините, а какое может быть выпендривание в вопросе про этого дяди-уголовника? Не, а обращайтесь к нему как к мужчине. Это вопрос адресовать не Путину, а не Медведеву. Этот вопрос адресуется местным властям. Участковому. Участковому, конечно. Да, как минимум. Алена, спасибо большое. Ну, теперь я понял, что на журфак без желтого билета не берут, правильно? Да ладно. Берут. Спасибо. На журфак без желтого билета попали некоторые только люди, некоторые. Ну, мало людей на журфак попало. Я просто сейчас узнала другую сторону. Журфака? Аймаматор. Да? Да. Красногородская отучилась, сколько ты лет там отучилась? Пять. Пять лет, по-честному. От звонка до звонка. И не знала про это? Ну, там были какие-то кокетливые девушки, но я не знала, что они специально наряжаются на лекции Балдицына. Да? Угу. А наряжались? Не знаю. Я писала всегда лекции. У нас приходили пара шлюшек, вот я помню, в лисих шубках садились. Они набрасывали лиси шубки и садились прямо перед препом. Ну, может быть. Ну, честно, и переобувались тщательно в туфельки и все такое. Но, честно, поскольку меня они не интересовали, то я как-то, честно, потом только вспомнил их. Я не очень это вспоминал. Но не целый, не весь поток, а вот только парочка таких была, коллекционных. Наверное, везде есть такие. Парочка. Может быть, да. Ну, то есть нельзя говорить, что это все студентки. Нет. Окей, ладно, студентки нам уже поднадоели. 9.43, пойдем на более зрелый товар. Погнали. Подъем. Сергеем Даренко. Найроса. Слушайте, на секундочку, да, на секундочку человек из Иркутска, он очень просит с ним переговорить. И мы должны... Иркутск, это место, где там все время сибирский антициклон. Насколько нам известно, там Монголия, Байкал и хорошая погода. Алло. Правильно я охарактеризовал Иркутск, это место, где Монголия, Байкал и хорошая погода. Правильно. Правильно, это Даренко. Здрасте. Расскажите нам, пожалуйста, про ваших студентов. Я сам учусь на журфаке, у меня студентов нету, но я сам пока что студент. Там в Иркутске, вы у себя в Иркутске сидите, черт знает где. Да. Расскажите, пожалуйста, у вас какова атмосфера и насколько вас потрясло то, что происходило с Медведевым и студентками МГУ? Или наоборот не потрясло, вы считаете это нормальным, пожалуйста, да. Не потрясло, все, о чем сейчас рассказывала девушка. В принципе, конечно, это есть, и не только в Москве. А вопросы все, ну, действительно можно сказать, что девушек другого нельзя было ожидать. Что вы говорите, вы разочаровались никуда. Сейчас, я на какое-то время, если переведу разговор на русских патриотов, это вам подойдет как ответ девушкам? Ну, попробуйте. Давайте, потому что девушки нам надоели, я уже сказал, ты уже возвестил это. Мы перейдем на русских патриотов, в частности, на Демушкина. А с девушек на Демушкина. Ну, как хорошо получилось. Он зачастил в Чечню. Он в Чечне ведет вот какое дело. Чеченцы должны выступить с инициативой о изменении в Конституцию. Конституция должна, русская новая Конституция, должна упоминать, чуть ли не в преамбуле или первой статье, о том, что русские государствообразующая нация. Вам это нужно? Чтобы в Чечне это было написано? Не-не-не-не-не. А чеченцы выступят с инициативой? Я не против, я согласна. Не против. Потому что, смотрите, это идет, это отголоски статьи Путина. Потому что Путин сказал, что нас большинство, что мы должны, что мы, ну, и что мы именно страннообразующая, государствообразующая нация, правильно? Ну, он, он скорее говорил о культурных ходах. Ну, мы же понимаем, что за этим стоит. Каждый прочитывает свое. Вот я тебе хочу сказать, мы понимаем, потому что мы хотим понять. Ничего такого Путин не сказал. Вот Путин, Путин сказал так, что все поняли все, что хотели. В этом искусство. В этом искусство. Понятно, да? Ну, да, пусть будет так прописано. Ну, да, пусть будет так прописано. Скажите, значит, Демушкин, Демушкин, известный сивил-активист, гражданский активист Демушкин, он выступает за то, чтобы он, и он возит документы, готовит документы для чеченского парламента, для чеченского парламента. Который готов стать союзником русских националистов, в объявлении в изменении Конституции Российской Федерации выступит с законодательной инициативой о том, чтобы русским, русским, этническим русским был придан статус государства, образующей нации в Конституции Российской Федерации. Да. А что это, да, Сергей? 916-5581, сейчас будем обсуждать. Да. Ну, обсуждать вообще после 10 будем, но сейчас голосование давайте. Да, 916-5581. Нет, 916-5582. Вы отвечаете Демушкину, да, 916-5581. Нет, 916-5582. Демушкин через чеченский парламент, еще раз, через чеченский парламент, заводит идею, чеченцы выступят инициаторами, того, чтобы изменена была Конституция России, и в Конституции России было бы прямо написано о том, что русские есть государство, образующая нация в России. Да, можно еще одно слово по поводу реакции председателя парламента Чечни, который заявил, что если такое будет прописано, то никто ущемлен не будет. Да, вы говорите, это идея, да, 916-5581. Нет, 916-5582. Давайте проголосуем и давайте обмениваться мнениями. И вообще говоря, вообще говоря, это обмен мнениями, мне кажется, что и после 10 мы продолжим. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Алло, слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы голосуете? Я голосую обеими руками за, и все время, не зря на то, что Демушкина иногда называет предательным, никакой не предатель. Если все разложить по полочкам, избавиться от... Подождите, объясните, объясните Александре Красногородской, она спрашивает, что это да. Она говорит, я за, но говорит, ребят, а что это даст? Вот давайте, Александре, объясните. Я хочу, но не знаю, что это даст. Это даст подтверждение. Понимаете, чеченцы сейчас, они как выразители общего мнения всех малых народов России. Согласитесь, что речь идет не о гурятах, не о татарах, а именно о чеченцах. И этого будет достаточно для того, чтобы начать новую линию русских. Да, это я понимаю, это я понимаю, механизм понимаю. А что это даст? Ну, это даст закрепление права русских на вот эту строчку Конституции. Это будет не пустая, а не абстракция какая-то, а конкретная, закрепленная в основном законе. Вот давайте, вот она появилась. И что изменилось в нашей жизни теперь? Ну, русские приободрятся, приостанутся и перестанут бухать, начнут работать. А до этого они бухали из-за отсутствия строчки? Ну, да, нет, не очень понятно. Все-таки, а смотрите, это что получается, что русский может сказать, извини, я здесь государствообразующий, я здесь номер один, а ты иди куда-нибудь подальше? Так получается, что приоритет за русскими какой-то? Мне кажется, что это защита русских. Защита. Защита. Если русские очень сильны, то для чего это писать? Да, вот это непонятно тогда. Понятно, да? Ну, понятно, что непонятно. Я не пишу на стенах у себя дома, что я здесь хозяин. Ровно потому, что я хозяин. Фиг ли мне писать-то. Чего не писать? Я хозяина есть. В лоб дам, да и все. Ну и все, и весь разговор. Я хозяин, точка. Чего я должен на стенах писать? Я хозяин в этом доме. Здрасте. Чего мне писать-то? А что тогда? Вот в момент, когда я перестану быть хозяином, тут я напишу. Ну, напишите. Чтобы вы помнили. Ну, напишите. И что изменится? Погнали, зайдите на биржу. Эту тему будем обсуждать дальше. Слушайте, я сейчас Льву Быстрову скажу результат вашего голосования. Продолжаем голосовать. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Лев Быстров, Лев, здравствуйте. Это фондовая биржа РТС ММВБ. Как поживаете? Ну, на самом деле, вчера мы закрыли день все-таки ростом. У нас, да, мировые рынки были, вселили в себя, так сказать, оптимизм на фоне заявлений ФРС. Соответственно, поддержки текущей политики, росте экономики. И, соответственно, начали покупать. И покупали вечером, и продолжали даже ночью. В принципе, до 1539 пунктов по индексу РТС мы вчера выросли. И одновременно с этим фьючерсы выстроили также на индексы РТС и ММВБ. И в целом, сегодня мы ожидаем продолжения этого движения. И доллар способствует. Доллар вам помогает. Упал доллар чуть-чуть. Да, да, да. Продвигается немножко доллар. Но на фоне того снижения, которое мы видели в рублю в евро, в принципе, вчера тут очень непонятно все-таки картина пока складывается. Я понял. Хорошо, договорились. Спасибо. 1.31.18 доллар евро. Мы движемся дальше. Спасибо. Ай. Подъем. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Госзакупки. Андрей Черногоров. Андрей, у меня тут должок перед слушателями. Я должен сказать... Андрей, здравствуйте. Доброе утро. У меня тут должок перед слушателями. Я голосование веду. А давайте мы его не будем пока закрывать. Вот какое голосование. Демушкин отправляется в Чечню для того, чтобы выступить в чеченском парламенте и призвать чеченский парламент. Это уже согласовано. Все согласовано. Что чеченцы, значит, обратятся к федеральному масштабу по изменению Конституции, чтобы... Мысль. Чтобы русские были признаны государственно образующим народом. Это будет инициатива чеченского парламента. Вы поддержите это 916.55.81. Вы против этого 916.55.82. За пока 72%. Голосование продолжается 72% за. Но голосование продолжается. Андрей, давайте про наши бюджетные денежки. Про бюджетные денежки. У нас 6500 лотов на торгах. После путинских разносов начинают размещаться государственные компании также. Там еще большие средства будут, чем по госбюджету в этом году. Значит, а конкретно вот у нас сегодня такие. Установка газонных ограждений в западном округе Москвы на 15 миллионов рублей. Конституционный общественный комитет на 135 миллионов рублей. Нанесение дорожной разметки в западном округе 70 миллионов рублей. Обслуживание автомобилей МВД России на 3 миллиона рублей и 14 лотов по ремонту во дворах Филий Давыдково, Печатники, Таганский район. И в сумме это 166 миллионов рублей. Спасибо большое. Это Андрей Черногоров делит государственные деньги на единоэлектронной торговой площадке. Мы движемся дальше. Подъем. В движении, но я прежде скажу, что продолжается голосование. 71,7% чуть-чуть уступают, чуть-чуть уступают сторонники внесения изменений в Конституцию по приданию русским статуса государствообразующей нации. Демушкин отправляется в Чечню. Чечня должна выступить инициатором изменения Конституции Российской Федерации. Это изменение касается следующего. Указание, что русские есть государства, образующие нации в России. За. Вы за. 916-55-81. Вы против. 916-55-82. Пока за эту инициативу выступает 71,7%. Против. 28,3%. Мы продолжаем голосование. Я хочу, чтобы все, кто хочет, очень много, ясно, очень много людей голосует, да? Очень много. Теперь по движению. Движение, движение, движение. 7,8-8-107-0. Где едете? Что видите? Движение в Москве. Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Юля. Да, Юля. Я хотела бы про внешний МКАД сказать. Вот около Крокуса Ситимола большущая авария. То ли 6, то ли 10 машин перекрыли по 3-4 рядов. И поэтому пробка тянется где-то аж до Волоколам, как Ленинград. Хорошего дня вам, Юля. Спасибо за предупреждение. Около Крокуса 6 или 10 машин побито. Около Крокуса на внешнем МКАДе. Народ. Спорт. Погнали. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Десять часов 4 минуты. Четверг 26 января. Здравствуй, Великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Александра Красногородская, ведущая этой программы. Здравствуйте, Александра. Изменение Конституции закрепит право государства, образующей нации, на неделимость территории, независимо от намерения других наций, выйти из состава государства. Никита пишет. Ну да, ну и русская артиллерия и авиация закрепляют неделимость, мне кажется, закрепляют. Хорошо, давайте-ка, давайте-ка, давайте-ка очень просто вернемся к этой теме. Вот у нас голосование, я его, между прочим, промежуточные, промежуточные результаты говорил, чтобы вам не было скучно. И даже восприяли патриоты, и патриоты, я заканчиваю это голосование, отвоевали 8,1%. Звонков было очень много. 72,8% да, хотят. 72,8% да, хотят, чтобы русские были обозначены в Конституции как государство, образующая нация. 72,8%. 27,2% нет, не хотят, 27,2% не хотят. Александра Красногородская здесь представляет такую модельную группу, очень интересную модельную группу, которая говорит, я хочу, но забыла зачем. Ну, в смысле, я хочу, но не знаю зачем, пусть будет. Да, вот мне интересно. А я тебе объясню, почему. У тебя, ты знаешь, как куркуль, как южанка. Ты такая, пусть оно будет. Они не пели, но у них с собой было. Они не пели, но у них с собой было. Вот пусть напишут. А что жалко, пусть напишут. Вы как считаете? Я не знаю. Я не знаю. Я думаю, что, честно говоря, зачем это чеченцам? Зачем это русским? А я тебе спрашиваю, а зачем это чеченцам? Нет, Сергей, смотрите, вот к вам сейчас приходит человек и говорит, мы проводим вот такой референдум. Вот поставьте свою подпись за то, чтобы внесли такую строку. Вы будете ставить подпись? Я спрошу, зачем, как этим воспользуются все стороны. Я пойму, что русских как доили, как доили русских всю их историю. Вот на русских ездили все время, да? Вот заезженная такая нация. Вот как их доили, как их мучили, как их обходили вниманием лоялистов, вот этих верных русских, так и будут обходить внимание. Понимаешь? А вот как, значит, а для чего это всем остальным? А вот для чего это всем остальным? Для чего они русским даруют вот это право? А я тебе скажу, что у меня есть опасения. У меня есть опасения. Что они русских пропишут, чтобы потом в своих местных, в местных своих конституциях уточнить, что вот там они хозяева. Да не может быть. А конституция? Скажите так, русские, вы... Сергей, а разве может быть конституция у них своя? У них есть. И такой прецедент есть, и в Татарии есть. Значит, да я так. Они русским скажут, русские, возьмите, возьмите, только не подавитесь. Берите, берите, берите. Нам не жалко. Но к нам не ногой. Понятно? И все. А потому что мы исторические нации, исторические нации, коренные нации. Мы здесь сидим, мы осколки там, бог весть, каких веков и так далее. Мы здесь сидим последние полторы тысячи лет. И к нам не ногой. Вот и все. Вот какой разговор будет. Понятно? Смотрите, вот слушатель пишет, что это похоже на провокацию с целью дальнейшего раскачивания национальной лодки. Или же это замерзкивание и реверанс Чечни с пользой получения дотации от Алла. 7-8-8-8-7-0-0. Алло, здравствуйте, слушаю. Алло. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Это вот по вопросу... Да-да-да, я умоляю. Висит 50 человек в линии, ждут, пока вы расскажете, по какому вопросу вы говорите. Значит, по вопросу Демина. Да, Демушкина, да. Демушкина, да. Я считаю, что это начало многоходовой консультации, которая за собой, в общем-то, которая приведет к тому, чтобы после прописания в конституции вот этих... Да, это и строки, да. Да, приведет к тому, что введутся какие-то более усиленные миры по миграции, по русскому языку, христианству и так далее. Введут усиленные миры. Спасибо, спасибо за вашу точку зрения. Вот мне редкий гость звонит, Константин. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Александра. Доброе утро, товарищи радиослушатели. Я считаю, что... Это Константин из Щелкова, я скажу просто, да, прошу вас. Прошу, простите, я не представил, Константин из Щелкова. Я считаю, что предложение Демушкина является чрезвычайно важным шагом на пути создания нормального национального устройства России, как многоквартирного дома, где каждый коренной народ имеет свою отдельную квартиру, а у дома должен быть дом управ. Так вот этим дом управом, многоквартирным, является русский народ, который отвечает за правильное поведение всех остальных коренных народов в своих квартирах. А то, что если они пропишут, что они являются государствообразующей нацией у себя на территории, ну они и так прописали. Например, есть Чеченская республика, есть Чувашия и так далее, а русских нет. Вот надо в название еще добавить русская ростовская область, русский Ставропольский край и так далее. Понимаю. Константин, можно вопрос? Вопросов на самом деле два. Первый. Что делать, например, белорусам и украинцам? Значит... Убираться к чертовой матери в свою Белоруссию и Украину, да? Все, нет. Все остальные люди, которых мы приглашаем к себе в гости для... Какие гости? Нет, никакие не гости. Ну какие гости? Ну что вы говорите? Слушайте, Константин, я вам отвечаю. Вот есть город Керчь. Керчь. Да. Крым. Написано Украина. Написано Украина. Все говорят по-русски. Ну правда, говорят коряво по-русски. Ну коряво, но говорят по-русски. Садишься на паром из этого русского города Керчь из Украины. Краснодарский край. Приезжаешь к Краснодару, тамань, тамань. Все говорят по-украински. Все говорят. Кочета сварить, супчик из кочета, ковунчика достать. А ковунчика это петуха? Да. Все говорят по-украински. Сергей, это вопрос очевидный. Этих ковнюков назад в Украину выгнать, что ли? Как быть? Нет. Украинцы, белорусы и русские, это один народ. Вот. И то, что вы приедете, например, из Краснодарского края, Вологодскую область, вы как бы совсем другой разговор, говор другой услышите. И поэтому вот разделять по говору людей... То есть, не коренные. Подождите, ну давайте. Это последнее дело. Не коренные. Когда мы говорим коренные, не коренные. Кого мы называем не коренными? Кого? Вот вопрос-то. Потому что украинцев, значит, вы не выгоняете. Фиг с ними, пусть живут. Да, конечно. Это русские люди, такие, как и мы. А кто не коренной? Японцы кто? Нет. Вот не коренные у нас есть. Это представители народов, которые имеют свои государства за пределами России. Например, евреи. У них есть государство Израиля. Они не коренной народ. А украинцы чем отличаются? А украинцы отличаются тем, что мы один народ. Мы это искусственное разделение, которое противно всем, всему, всем законам, и которое без сомнения будет уничтожено, и это разделение сделано врагами русских людей. Кроме евреев, назовите еще не коренной народ. Неужели ради одних евреев придумали такое? Немцы, французы, англичане, чехи, словаки там и так далее. Мне довольно жалко, мне стало жалко этих самых, например, немцев, потому что немцы заезжали, как вы знаете, 250 лет назад сюда. Им давали земли русские цари, которые сами были немцами. Что ж их теперь выгнать к чертой матери? Жалко. Нет, выгонять никто никого не будет. Ну, просто они должны понимать, что они пригласены сюда для исполнения той или иной функции и находятся в гостях, а не у себя дома. Чтобы они не требовали строить мечети в городе Москве. У себя дома, в республике, строится... А, вот азиатские мигранты. Вот это вот, давайте конкретизировать. Азиатские мигранты. Ну, и в том числе, это относится и к азиатским мигрантам, ну и ко всем другим с той же самой силой. Это первое. Второй момент. Значит, первый момент, это не коренные народы. Константин Ищелкова обрисовал. Второе. Значит, второй момент важный, который я хотел задать вопрос. Константин, вы сейчас говорите, что когда мы обозначим, где мы государство образующий, то ясное дело, что все национальные меньшинства обрисуют свои маленькие огородики. Если сейчас мы это не будем форсировать, то русские могут войти везде. А так они де-факто закрепят свои национальные элиты. Константин, закрепят. Константин. И создадут систему квазигражданства. И тогда, если качнется когда-нибудь Россия, качнется, то уже будет система квазигражданства. И намечены линии раскола. Может быть, нам не надо этого позволять? Нет, Сергей, вот ситуация здесь заключается в том, что если мы, русские, начинаем качаться, как в 17-м году, как в 91-м, 93-м, то стоит подумать, а вообще мы русские или мы какие-то маргиналы. Вот в этом не надо быть маргиналами. Надо знать, что мы русские, качаться нам нельзя. Не положено. Мы не можем качаться. Изысканнейшее удовольствие. Спасибо вам большое. Вы редко звоните. Спасибо большое. Спасибо. Константин Ищелкова. Изысканнейшее удовольствие, потому что Константин Ищелкова умеет суммировать народную мысль. Народ осязает, иногда ощущает, иногда чувствует, а Константин мыслит. Вот это важно. Константин может вербализовать осязательные реакции народа. Понимаешь, это важно. Но есть два неотвеченных вопроса. Первый, я полагаю, был отвечен. Значит, все азиаты и евреи должны, подойдя к зеркалу, говорить себе, говно, твоя фамилия. Это первая мысль, насколько я ее понял, да? А вторая мысль, это что ничего страшного, если они очерчат свои огородики. Это многоквартирный дом. Для меня эта мысль по-прежнему тревожна. Потому что если мы оставляем этот вопрос зыбким, то мы можем войти везде. Можем войти везде. Понятно, да? А если мы им позволим многоквартирный дом поставить там железные двери у себя, нацикам разным, нацикам, то мы получаем ситуацию квазигражданства. И квазигражданство для меня звучит тревожно, потому что квазигражданство уже развалило Советский Союз. Вот эти национальности были квазигражданством, суррогатным гражданством. И новое суррогатное гражданство при любом качке страны снова развалит страну. Вот и все. Через минуту, через минуту. Через минуту, ладно? Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Константин забыл сказать о цыганах. Что делать бабушка... Вот это 83-й, 21-й. Что делать бабушки русские, дедушка еврей и украинец? То есть, один девушка еврей, один украинец, а бабушки обе русские. Кто я, спрашивает Сергей. Ну, вот видите, так сказать, да. Не коренные, это африканцы и индейцы. Индейцы здесь не коренные у нас, да? Почему? А почему? Если от Адама и Евы, то все вроде как коренные, понимаете? 7-8-8-10-7-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Сергей. Это Юрий, Москва. Да, Юрий. Я насчет... Да, мы продолжаем обсуждать эту тему. Да, да. Государство, образующая нация, закрепление в Конституции Российской Федерации. Что это дает? Так оно должно быть. Вы помните, конец 80-х, начало 90-х годов, когда русских из бывших республик гнали. Такой еще лозунг был. Чемодан, вокзал, Россия. Что вы говорите? Слушайте, а из Чечни 300 тысяч или сколько русских выгнали? Да, да, да. Да? А вот если не будет государства у русских своего, вот русского государства, куда нас погонят из России тогда? Слушайте, вот я вам хочу сказать... Вы были вот в мечети вот здесь на проспекте мира, что там творится? Бог миловал, нет. В смысле, что я мимо проезжал, конечно, да. Да, вот если вот эта вся толпа соберется, организуется, нас куда погонят? Смотрите. Вот дальше нас куда погонят? Сибирь? Смотрите, вот можно вопрос? Вот смотрите. Да. Пока мы вообще вопрос не ставим, кто они, а кто мы. То есть, если вы... Послушайте, всегда есть плюсы в том, чтобы определиться и в том, чтобы не определяться. Потому что, когда ты не определяешься, тебе выгоднее, когда ты в атаке. Вот если я атакую, например, смотрите. У вас огород и у меня огород. Или у вас участок дачный и у меня дачный. Понятно, да? Вот мне межа, мне межа, если я атакую, не нужна. Мне межа нужна, если я пячусь. Потому что вы, Юрий, начинаете захватывать мои земли. И тропиночка, которая была между нашими огородами, начинаете ее вспахивать. Я говорю, Юр, а что ты вспахиваешь тропинку? Эй, алло. А ты говоришь, ну а что она будет проста? Вот что, нормально? И глядишь, потихонечку, метр за метром, вы уже около моего полисадника. Понимаете? И тогда я заинтересован в заборе. Тогда я ставлю забор и говорю, Юра, вот забор. Давай выпьем здесь все. Ты его признал? Признал. Но если я атакую, мне не нужен забор. Поэтому согласитесь, что это свидетельство о слабости русских. Потому что мы должны атаковать. Атаковать должны. Атаковать. Тогда если атаковать, тогда, скажите, какое тогда устроительство должно быть вообще российское? Давай так сделаем, как царская Россия. Вот так. У нас же ведь есть республики со своими президентами, со своими парламентами, со своими слабами. Я не знаю, вот даже гимны, может, у них есть. А я вообще за то, чтобы просто... А это считается Россией. Я за то, чтобы все эти квази-гражданства упразднить, превратить их в этнические клубы по интересам. Нравится танцевать там в свои национальные праздники. Нет. Танцуй. Губерния. Танцуй, до свидания. Губерния. Там еще так, как губерния. Но это все Россия. Абсолютно. А то нас все разделили по республикам, а русских... А русских... Ну что же все? Русских размазали так блином. Россию размазали по всему. Этничность должна быть отодвинута на второй нижний этаж. Главное гражданство. Гражданская нация. Русская. Ну, скажите чеченцу, чтобы она свою этничность отодвинула на второй план. Вы можете... На второй план. Да, хочется станцевать. Или что-нибудь там, сказать, там поджечь, покамлать, с бубном где-то спят. Пожалуйста, товарищи дорогие, специальный клуб. И там с бубном танцуете. А здесь вы для нас русские. Или идете в жопу. Вот и все. Вы русские граждане. Точка. На этом заканчивается вся свистопляска с шаманами и бубнами. Понятно, да? Русские граждане. До свидания. Больше вся эта этничность. Это все в клубах. На вечеринках. Специальные там, специальные, значит, праздники. Понятно, да? Нет, у себя в республиках. Пускай. Но Россия должна быть едина. Без всяких президентов. Но если мы атакуем, зачем нам забор? Если мы атакуем, зачем нам забор? Атаковать надо. Ломать. У нас непонятно, какое вообще устройство государства какое у нас. Вообще никак не понятно. Нет, ребят, ребят, мы должны атаковать. Мы должны сносить заборы. Мы должны сказать, что Русь, Русь великая, Россия великая. Это империя смыслов. Территория ее называется планета Земля. Нет заборов для нас. Ибо мы свет человечества. Понятно, да? Понятно. Оно и получается все наоборот. Аз есть им воскресенье и жизнь. Какие нахрен заборы? Моя территория, планета, Земля. Точка. Понятно, да? Вот есть Святая Русь. Все, забыли заборы. Какие заборы? Заборы это защита. Это защита. А мы атакуем. Снести заборы арт-продготовкой. Атаковать. Скажите, для чего Демушкин это предлагает? Потому что он защищается. Потому что у него... Потому что Демушкин боится. Он, значит, он признает, что слабее... Изоляционизм русских. Изоляционизм русских. Есть способ защиты, фиксирующий поражение. Так это развалство. Демушкин, по существу, фиксирует поражение. Он говорит, можно я здесь откопаю окоп, из которого последний окоп, где мы будем уже драться насмерть. Из последнего окопа будем драться насмерть. А я отвечаю, встать из окопов. В атаку. Встать из окопов. Поднялись в рост и пошли. Какие нахер... Простите. Какие нафиг окопы? Какие окопы? В атаку! Сергей, так как Демушкин может проявить так развал у страны на национальной почве. Вы согласны? Кто? Ну вот если такая идея будет... Рзац... 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 Рзац гражданств? Да. Ну конечно, это... Рзац гражданство всегда... Зачем так и так делать? Давайте просто... А со страху? В атаку? За страху. За страху. Демушкин же отважный. Зачем он такие трусливые проекты-то предлагает? Русские – великая нация. Русские – народ миссии. Великой миссии. Территория русских – земля. Планета – земля. Мы – свет человечества. Мы не можем... Какие границы? Пошли все... Да вы что, как игра... Вы что, смеетесь? Какие границы? Наша – наша, и ваше – наше, и все наше. Понятно? Поехали дальше. Подъем. Обзор печати. Александра Красногородская, теперь пропитанная идеями русского экспансионизма. Запомни формулу. Формула простая. Наша – ну запиши. Наша – наше. И ваше – наше. И все наше. Мы – свет человечества. Наша территория – земля. От непритягательной местоимения. Наша – наше – ваше. Это единственный правильный способ жить. Что вы пьете в студии из баночки? Здесь пуэрок. Пуэрок. Пуэр. Пуэр. Наша – наше. И ваше – наше. А вот у Прохорова оказалось всего гораздо меньше. Ведомости пишут о том, что вчера Центр Избиркова зарегистрировал Прохорова кандидатом, и согласно поданной им декларации, у него нет многих активов, которые принято считать Прохоровскими. Получается, что кандидат Прохоров намного беднее бизнесмена Прохорова. А газета «Известия» и «Коммерсант» пишут, и «Комсомольская правда». Туда же все пишут о посещении вчера Дмитрия Медведева в факультете журналистики и о путинской встрече со студентами Томского политехнического института. Так вот, «Известия» называют этот визит Медведева в МГУ извинительным, а про Путина пишут, что премьер объяснил будущим учителям, инженерам и биологам, что деньги – не главное в жизни. И еще в «Известиях» оппоненты хотят отстранить премьера от дебатов. Три кандидата в президенты – это Жириновский, Зюганов и Миронов – хотят, чтобы Центризбирком лишил Путина права участвовать в дебатах через своих представителей. Дело в том, что ранее пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков объявил, что Владимир Путин не будет принимать участие в дебатах, но может уполномочить на это своих представителей. И еще московские новости в газете «Известия». Московские власти решили поддержать службу сиделок, созданную в 2011 году, и на это будет выделено в текущем году еще 100 миллионов рублей. Средства позволят оказать помощь еще 150 одиноким пожилым людям, в первую очередь, конечно же, ветеранам. И «Известия». Барак Обама призвал снять барьеры для инвестиций в Россию. Вчера президент США выступил с ежегодным посланием к Конгрессу. И вот цитата Обамы, обращение к Конгрессу. «Конгресс должен позаботиться, чтобы ни одна иностранная компания не имела преимущества перед американскими производителями, когда дело касается получения доступа к финансовым и торговым площадкам в России», заявил Обама. Игнатенко, наш главный фигурант по игорному делу, зампрокурора Московской области, просил в суд отпустить его на свободу до момента решения вопроса об экстрадиции в России. Он предлагал 40 тысяч долларов за это. Но суд польского города Краков эту жалобу отклонил. И еще обратите, пожалуйста, внимание на сегодняшнюю российскую газету. Она публикует большую статью председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. И вот некоторые мысли. Зорькин пишет, что больно видеть, что, как продвинутая часть российского общества, своей риторикой и своими уличными действиями пытаются до основания смести все результаты движения в нашей стране полноценной демократии и государства. То есть он рассуждает о этих революциях, которые происходили в прошлом году, и делает выводы, что мы, собственно говоря, идем к этому. Об этом в сегодняшней российской газете. И еще про лекарства. Тоже важный, наверное, материал будет для многих. Российская газета сегодня публикует технический регламент, согласно которому государство может регулировать цены на жизненно важные лекарства. Это в российской газете. А, еще интересная вот инициатива. Смотрите, губернатор Преамурья предложил не платить пособие по безработице мужчинам в возрасте от 18 до 40 лет, у которых нет детей. А все дело в том, что сейчас в Амурской области... А Преамурья знаешь где-то? Да. Это Благовещенск. На Дальнем Востоке. Благовещенск. Благовещенск. Так, а что я сказала? Там никому не надо платить. Они все давно в хэй-хэ работают. А там просто есть 13 тысяч вакантных рабочих мест, а всего на бирже труда зарегистрировано на тысячу меньше. То есть никто работать не хочет. Не хочет, потому что есть город хэй-хэ напротив хэй-хэ. Да. Ну там или провинция хэй-хэ, ну как-то хэй-хэ, короче. Сергей, вот еще... Где все работают. Да. Еще хотела сообщить, важный материал в газете «Коммерсант». Владимиру Путину не разрешили правый поворот. Что это? Это значит... Вчера Госдума отклонила законопроект, позволяющий водителям поворачивать на перекрестке направо на красный цвет и не ждать разрешающего сигнала светофора, когда можно поворачивать, но с теми, кто едет вперед. А почему? Они пришли к выводу, что нововведение может повысить число наездов на пешеходов. Люди, потому что дикие, потому что это действует в куче американских штатов, но не во всех, правда, что ты можешь поворачивать направо, на красный свет, просто пропусти пешеходов и езжай, что тебе, как бы с чего стоять-то тупить. Ну вот, у нас такого, к сожалению, не будет. А еще «Ассанж» хочет... Кстати говоря, в Нью-Йорке, по-моему, тоже это запрещено, а в Нью-Джерси разрешено, по-моему, или наоборот, черт, я уже забыл, а, давненько я не ездил по Америке. На канале «Раша Тудэй» будет выходить телепередача «Ассанжа». Если только его не выдадут в Швецию, где его отдадут на растерзание феминисткам. А может и выдадут. 10.30. Новости на РССР. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Мы продолжаем с Александрой Красногородской. Доброе утро. Что за погода? Погода хорошая, чудесная, но теплая погода отодвигается. Как-то всегда бывает, когда нашими вот этими вот равнинами становится какой-нибудь антициклон. Мы ждем изменения, но изменений нет и не будет. Вот смотрите. Значит, и оно все время отодвигается. То было на понедельник потепление давали, на понедельник. Потом на 1 февраля, а на среду давали потепление. Значит, а сейчас на 1 февраля дают минус 29. Минус 29 ночью. Это Яндекс дает. Яндекс. А в Эдер Ченнел американцы вообще ничего не дают. Они испытывают затруднения. На такой срок дать нам прогноз. Вот вам безнадежно оптимистический Яндекс. Я и зачитаю. В Эдер Ченнел не дает ничего. Значит, смотрите. Сегодня, значит, минус 21. Я ночные только. Пятница 20. Минус 20. Это ночная. Суббота минус 16. Воскресенье минус 18. Понедельник минус 23. Вторник минус 27. Среда минус 29. Четверг минус 29. Пятница 3 февраля. Минус 21. И суббота, 4 февраля, когда многие надеются показать свои шубки, минус 17 ночью. Но это, опять же говорю, каждый день отодвигается. Вся эта фигня отодвигается. Вот. Ветер все время. Сейчас тебе сказать, какой ветер? Ветер все время ист. Норист все время идет. То есть дует прямо из Сыктывкара, чтобы было понятно. Без этого. Из поселка Харп дует ветерочек. Откуда вы знаете? Да, с Ямала-Ненинского. Вот. Я чувствую запах Ямала-Ненинский. А чем пахнет Ямала? Чем-то таким. Да. Чем-то таким. Пока на бензиновом я вот сейчас в машине, еще ничего. Нормально. Я вот боюсь, что я пересяду на дизель. Понимаешь? Хорошо. Давай, значит, вот что. Давай, знаешь, что? Опросы посмотрим. Я полез куда-то в Сыктывкар. Я полез и забросил это дело. Погода оказалась интереснее. Сейчас мы за президентские выборы 2012 посмотрим. Что такое пишут за президентские выборы? Скачать файл в формате PDF. А, это значит 14-15 февраля, это старинные данные. Сегодня будет ФОМ вечером. Сегодня четверг. ФОМ дает четверг вечером. Поздненько. Завтра, скажем, по ФОМу договорились. А Левада-центр дал президентский рейтинг Путина. Да. И, между прочим, некоторые радуются, что он типа низкий. Но я, правда, вам хочу сказать, что пока это победа в первом туре. Смотри, как делает Левада. Сейчас, если верить в то, о чем говорили Левада-центр, то общество возвращается в додекабрьское состояние. Рейтинг Путина растет. И 37% голосуют за него, как за президента. И в этой связи делается антинаучный выбор. Значит, 37, секундочку. Закрытый опрос агенства политических новостей, это националисты. Они говорят, что по закрытому опросу рейтинг Путина 38%. Значит, ребят, дело в том, что это не падающий рейтинг, а это растущий рейтинг. И дело в том, что, пожалуйста, всегда смотрите не на цифру, не будьте комлающими такими варварами, которые за стеклянные бусы продают Манхэттен или еще что-нибудь. Понятно, да? Значит, будьте все-таки умными. Смотрите, как поставлен вопрос. И я иду к вопросу Левады, и он вот какой. Вопрос сказан. Смотрите, когда социологи просили, я читаю просто вот по коммерсанту, когда социологи просили своих респондентов назвать фамилию кандидата, за которого они готовы проголосовать. Если я правильно это понимаю, ребят, это открытый список. Ну вот слушайте фразу. Ну вот слушайте фразу. Когда социологи просили своих респондентов назвать фамилию кандидата, за которого они готовы проголосовать, чаще всего называлась фамилия премьера. Знаешь, что сделать? Давай не мудрить, потому что мы выглядим чуточку немножечко не людьми 21 века. А что вы хотите? Надо зайти на сайт Левады. Давай зайдем на сайт Левады. Потому что если это люди называли открытый список, просто бумажка, открытая бумажка, и они вспоминали, ковыряясь в собственном мозге, за кого они хотят, за Бритни Спирс, за Маргарет Тэтчер или за Путина, то это одно. А если это по списку идет, то это другое. Вот давай не мудрить, на минуту рекламы разлучимся. Чуть раньше мы уйдем на рекламу, чтобы вам квалифицированно ответить, что у Левады, как ставился вопрос. Поехали. Мое предположение подтвердилось. Мы на сайте Левады смотрим, смотрим, если бы, слушайте, как звучит вопрос. Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, приняли ли бы вы в них участие? Первое, да? Да. Если да, то за кого из нынешних политиков вы бы проголосовали? Открытый вопрос от числа всех опрошенных. Да. Внимание, от числа всех опрошенных. Не да и нет, не только те, кто идет на выборы, а вообще от числа всех опрошенных. Список кандидатов респондентам не предлагался. То есть тебя ловят за руку. Ну, там специально отобранные группы. Значит, и тебя спрашивают, вы вообще будете голосовать? Ты говоришь, черт его знает. Или говоришь, не знаю, может быть, да, скажем, не знаю, может, нет. Тебе все равно процент исчисляют от всех. Понятно, да? От тех, кто не идет, тоже. И тот, кто не знает, тоже. Теперь, говорят, вот вам чистый лист, на чистый лист впишите бумагу, значит, на чистый лист впишите, пожалуйста, фамилию, за кого бы вы хотели проголосовать, как за президента. Тридцать семь процентов от всех вообще, говорят, Путин. Значит, от идущих на выборы, это совершенно другая цифра. Я думаю, что почти вдвое должна быть больше. То есть 37, это, ну, не 74, но чуть меньше. А вдвое по всем кандидатам же, да, получается? Ну, конечно, кого вспомнили. Ну, конечно, 5. У Жириновского 5 процентов, это 10. Значит, понятно, да? Кто сам вспомнил, кто сам вспомнил. У Жириновского рейтинг падает. Ну, падает там 2 процента. Да, в декабре за него хотели 7, теперь 5. Сами вспоминают. Зюганов, хотели 6, теперь 8. Да, 8 у Зюганова растет. Значит, 8, это считать 16. А у Прохорова как вырос? Там в 2 раза? У Прохоров 4 процента, значит, считай 8. Там 7, 6, 7, 8. Где-то здесь, надо ловить где-то здесь. Потому что от тех, кто сам вспомнил, напрягая мышцы страшно лобные и совершенно коверкая собственный лоб думанием, это значит, что если будет в списке написано... А вот, подождите, подождите, вот, 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 вот. А вот когда называют фамилию. Вот, ребят, все, все, идите сюда, все. Черт, какой я умный. А пришли бы вы на выборы президента, если да, за кого бы проголосовали, если бы в списке кандидатов были следующие политики? С указанием фамилии. Внимание, с указанием фамилии. Закрытый вопрос со списком, актуальным на момент запуска исследования от числа тех, кто, скорее всего, придет на выборы. Смотрите, вот если, скорее всего, придут или точно придут, и фамилии указаны, как в бюллетене, то Путин берет 62 процента. 62. Как вы говорили... 37, я сказал, это 74, да. Я сказал, 37, это 74, но я сказал, не 74, но поменьше чуть-чуть. Значит, Геннадий Зюганов берет 15, я сказал, 16. Владимир Жириновский 9 берет, я сказал, 10. Видишь, все совпадает. Прохоров, я сказал, 6, 7, 8, берет 6. Прохоров берет 6. Миронов, я ничего не говорил, 5. Явлинский 2 процента, ну его сейчас вычеркнутость. Мезенцев менее 1. Сходили бы, чтобы испортить бюллетень, 1 процент. Все. Значит, Путин берет 62 процента. Скажи, пожалуйста, а тогда, а тогда, а тогда, зачем тогда вот эти публикации, вот когда я читаю, что Путин рейтинг падает, например, у националистов ВПН? Это же манипуляция. То есть они... Ну, может быть, они какие-то есть другие данные, может быть, они там свои китайцы... Нет, 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 ровно поливать, они идут ровно поливать. Вот мы читаем Леваду, мы читаем Леваду, да? И они читают Леваду. Мы читаем Леваду так, как написано, а они читают так, как хотят прочитать. Смотри, рейтинг Путина падает, они говорят. Я читаю, смотри, сами называют. В июле 23 процента было 23, сейчас 37. Это о чем говорит, что падает, да? Было 23, а стало 37. Ужасно падает, правда? Значит, в сентябре, в сентябре, в сентябре у Путина 27 процентов сами вспоминают в открытом списке. А сейчас 37. Это падение, конечно, офигенское, да? В ноябре, в ноябре у Путина 31 процент, а сейчас 37. То есть падает прям окружительно. С 31 упал на 37. Офигенско упал, правда? Я хотела вот на другое. Чего они по руку не суда не бывают? Как он резко вырос с сентября по октябрь. Кто? Да, очень понятно. В сентябре был 27, в октябре 36. Это потому, что 24 сентября был съезд Единой России, где было объявлено, что Путин станет президентом. Но видите, получается, что сразу много-многие поддержали эту идею. Нет, просто нет. Просто пойми-то, одно дело, что он идет на пенсию и в страну вечной охоты, потом постепенно переезжает. Охотится уже с принцем Монако, потихонечку начинает и так далее. Значит, а другое, что он снова в строю. Народ сразу поддерживает тогда. Народ поддерживает, когда ты говоришь, я в строю, нормально все и все. Нет, конечно, прыжок. В сентябре за Путина сами вспоминают 27, в октябре сами вспоминают 36. В ноябре он действительно падает на 31. Напоминаю, это когда дают чистый лист и просто говорят, придумайте сами какую-нибудь фамилию. В декабре 36, в январе 37. Так что падение вот такое. Какой мощный отрыв. То есть, о никаком втором туре здесь речи нет. О никаком втором туре нет речи. Нет речи. Если ставить, если давать так, как будет бюллетень, и только среди тех, кто идет голосовать, или предполагает, что пойдет голосовать, Путин берет 62%. Зюганов 15. 62 на 15. Это, говорит, Левада, которого заподозрить в том, что они любят Путина, ну, просто абсурдно. Это, говорит, Левада. Да, то есть, нужно верить этим всем данным. Сегодня вечерком получим мы ФОМ, Фонд общественного мнения. ФОМ не дает никогда данных, никогда не дает данных по тем, кто идет на выборы. ФОМ дает данным по всему населению. Поэтому, если там все население будет, например, 40, то это победа в первом туре. 45, убедительная победа в первом туре. Все население, да? Сергей, вы уже определились? Чего я определился? Ну, за кого будете голосовать? Я определился, я последний раз голосовал 3 июля 96-го года. А в 2012, там, 4 марта будете голосовать? 3, я буду хотеть пойти проголосовать. У меня всегда такое состояние тревожности какой-то. Знаешь, такой тревожности, то ли выпить, то ли пойти голосовать. И обычно потом я выпиваю и уже не могу поехать, потому что я не могу сесть за руль. Какой ужас. Я в день голосования испытываю чувство тревоги какой-то смутной. Мне хочется пойти голосовать. Тревожить ей за судьбу страны? То ли, конечно, хочется как-то, да. Или выпить, я всегда путаюсь в этих, в этих, ужасных. Да, кстати, о доверии. Давай про доверие тоже расскажем. Расскажи. Потому что тут дофига интересных данных, вот эта Левада новая. Значит, дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении. Считают 41%. Страна движется по неверному пути, 39%. Я здесь позволю себе обобщение. 41% похоже на 39%. Похоже. Похоже. Это Левада. Это Левада. Значит, можно сказать, что 41% похоже на 39%. Вот и всё. А в декабре, такой же вопрос был, правильно говорили, идёт страна 38%, а неправильно 41%. То есть, тоже похоже. Только развернулось. Ну, тут развернулось на 3%, но я не придавал бы этому драматического значения. То есть, строго говоря, число тех, кто считает, что страна идёт в правильном направлении, и что страна идёт по неверному пути, примерно равно. Да? Да. Примерно равно. Значит, затруднились ответить 20%. Дальше. Ну, это интересно для меня лично, что 80% высказывают мнение. Это говорит о высокой политизации. И я это приветствую. Чем выше политизация, тем лучше, тем умнее люди. Понимаешь, когда они быдлячьи, вообще не хотят ничего думать. Вот таких всего 20%. У быдлячьих 20%. Сергей, любопытно, что опрос проводился в 130 населённых пунктах 45 регионов. Ну, нет, Левады хорошие. Левады хорошие. Левады, они так, ну, в принципе, душой за либералов нет. Они вообще любят либералов и не любят Путина. И почему? Но, в принципе, они никогда, как мне представляется, сейчас я скажу вещь, за которую, может, меня будут ругать. Мне кажется, что Левада, несмотря на личные какие-то склонности, скорее, конечно, к либеральности, к западничеству, Левада, тем не менее, науку, ну, то есть, научные подходы стараются не нарушать. В формулировке вопросов просквальзывает, как бы, их время от времени внутренний спор с правительством. Они не любят правящую верхушку с точки зрения вот либералов. Но я должен сказать, они никогда не грешат против науки. Они не грешат. Левада молодцы, и они реально ученые-социологи. Дальше. Смотрите, значит, Медведева в целом одобряете, в целом не одобряете. Одобряет 57, не одобряет 41. Я с изумлением смотрю на свою нацию. С изумлением. Вы в целом одобряете, не одобряете деятельность Владимира Путина на посту, председатель правительства. В целом одобряют 65, не одобряют 34. 2% нет ответа. То есть, практически все дают ответ. 65 одобряют, 34 нет. 2% спросили, а кто это Путин? 2% нет, просто предпочли не отвечать. Вы в целом одобряете, не одобряете деятельность губернатора вашей области, президента республики в Москве, мэра Москвы. Одобряют 50% в среднем. Не одобряют 48. 2% нет ответа. Ну, считай пополам, да? Пополам. Вы в целом одобряете, не одобряете деятельность Государственной Думы. Одобряют 35, не одобряют 63. Государственная Дума традиционно, это крест русского парламентаризма, ее традиционно ненавидят. Да? Да. За бессмысленность. И ее ненавидят за зловещее что-то, а вот абсолютно, вот такие, так сказать, бессмысленные люди. Вот так их не могу. Пантозы и смигалками. Да, 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 да. Значит, вот слушайте, страна идет в правильном-неправильном пути пополам ровно 41 на 39. И если написаны фамилии кандидатов в президенты, если написаны, если люди говорят, что, скорее всего, пойдут голосовать, у Путина 62 процента. Это свежий опрос Левады. 10.50, погнали дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении по Чертанову везде гайцы и ОМОН. Кого-то ждут. Еще на Сахарова говорили, и на Чистых тоже гайцы и ОМОН всюду. И в Чертанове почему-то. Вот, 65 плюс 34 плюс 2 равно 101. Вы неправильно, может быть, извините, я думаю, я не оговорился. Я сказал 35, 63, 2. 35, 63, 2. Попробуйте сложить. Тогда получится 100. Да, все правильно. В Думу я голосовал за коммунистов, а сейчас буду за Путина. Это, по-моему, вот 63. 63 уже не первый раз нам пишет. Или, во всяком случае, построю фразы. Вот мне кажется, что она каждый раз пишет. Так, слышу фамилию Путина, и мне хочется пострелять хотя бы в воздух, пишет 404. И приходит как-то в пылкое состояние, видите. На М4 Дон от Видного до МСК мертво стоим, пишет Сергей из жилпоселка. Протестные настроения, что ли, испарились, спрашивает Ян. Ян, сегодня вечером ФОМ посмотрим. ФОМ измеряет тоже протестные настроения. И завтра, если по ФОМу, Александр, а помните себя, завтра, смотрите, по ФОМу, если будет там протестное настроение, вот будет, графа, да, то мы измерим тоже в аудиторию. Хорошо. Готовность идти на митинг, вот такие вещи. Вот, это сегодня ФОМ вечером, ФОМ всегда вечером выкладывает за прошлое воскресенье, ладно? Вечером в четверг. А у соперников Путина рейтинг не растет, что ли? Ну, что не растет? Растет, он у Прохоров был 2%, а стал 4. Дофига вырос. В два раза. Вот, а с чего это рейтингу расти? Ну, не знаю, он ездит всюду, вот и все. Нижегородская область уже третий день, минус 30. Яндекс.Погода врет безбожно, бандерблогер говорит, только гидроминццентр. Видите, все затрудняются. Сколько-то будет стоять антициклон, сколько будет стоять антициклон, мы не знаем. Мы не знаем, может быть, до Пасхи будет стоять антициклон. И будет все время. А раньше уйдет. А Вильфанд что говорит? К марту, к 8 марта уйдет. К 1 мая, говорит, Вильфанд, говорит, потеплеет и будете сеять картошку. Я настаиваю на термине, все сажают, я сею, знаете. Нет. А вы разбрасываете просто? Да, у меня всходит, между прочим. Что? Да, да, да. Что же у вас входит? Как это? В Калифорнии, Техасе и Неваде точно есть поворот на красный свет. Аварии не видели. Проехали там 6 тысяч километров, говорит, Марина с марксистской. Да, да, это же очень аккуратно все ездят. 788-107-0 в движении. В движении еще. 788-107-0. Где едете? Что видите? Пробки засады аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Борис Борисович. Здравствуйте, Борис Борисович. Внутренние коксу от Дмитровки до Щелчка очень хорошо едет. И еще насчет дизелька, замерз сегодня мужик с дизелем, вот полтора часа ловил машину, не заводилось ничего, прям по дороге замерзла. Я побаиваюсь тоже этого. Хотя у меня два аккумулятора на мультивене, но и знаете что, я оставляю полный бак, ну полный бак, чтобы бак не подмерз. Ну что-то это. Он говорит, полтора часа проехал, потом вот замерз. Вот так, вот так. Алло, простите, я выключил, а после, я сделал ошибку, извините, сейчас выключил человека нечаянно. Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте, где вы? Да, народ, я хотел предупредить еще раз, у Крокуса поколотились машины, там штук 10 у Крокуса поколотились. Да, здрасте. Мы на Ленинградском шоссе едем, там перед мостом реки Москвы, очень большая пробка, там авария маленькая. Ага, спасибо большое. И если кто сворачивает направо, туда у Крокуса на внешнем каде поколотились 10 машин примерно. Там что-то такое страшное, и Яндекс показывает гигантскую пробку, аж до Дмитровки. Александра Красногородская провела этот выпуск. До свидания. Светлана Матвеева остается, чтобы рассказать вам о спорте. А я пойду и проживу его этот четверг, 26 января.